МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. Вот такими словами 150 лет назад начали свою работу манифест коммунистической партии Карл Маркс и Фридрих Энгельс. В другой своей работе Карл Маркс обосновал теорию прибавочной стоимости. Причем во всех своих работах он хотел показать как бы ограниченность капитализма, то есть его временность, к настоящему моменту капитализм уже должен был сойти с исторической сцены. Но что мы видим? Что капитализм как бы здравствует, социализм не то, что не победил, социализм как первая стадия капитализма, коммунизма. Социализм проиграл, и капитализм как будто бы широко шагает по планете. Причем не только в странах так называемых западных, которые можно назвать капиталистическими, что ли. А и в нашей стране, в России. Как это можно проиллюстрировать? Можно взять гражданский кодекс Российской Федерации, закон, открыть его в самом начале, статья номер 2, и прочитать. Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Вот так. И мы в России, и во всем мире уже не производят кирпичи, не льют металл, не пекут хлеб, а извлекают прибыль. Еще одна информация. Можно прочитать на сайте Forbes. Статья Екатерины Масниковой. Директор Департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев приводит такие цифры. В 1986 году экономисты и управленцы составляли 8,6% выпускников вузов, высших учебных заведений. А к 2009 году их доля возросла до 31%. Сейчас экономисты работают и курьерами, и менеджерами по продаже. В России сотни факультетов экономики, где учатся 2 миллиона студентов. Удивляется ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Вот Сергей Гуриев удивляется. Зачем нам так много экономистов? Это те люди, которые обучаются на профессиях, которые примерно можно назвать двумя словами менеджмент и маркетинг. То есть экономика это их профильный предмет. Они его, так сказать, успешно изучают. И что прежде всего изучают? Прежде всего они как раз изучают теорию прибавочной стоимости. Давайте посмотрим на тот математический аппарат, который оставил нам Маркс в этой области человеческой деятельности. Смотрите. Ну не густо, прямо скажем, да. Но кое-что все-таки есть. Знаменитая формула «деньги-товар, деньги-штрих». Главная формула капитализма, так сказать, флагманская. Формула победы капитализма. Так кого же победил капитализм? Призрак коммунизма? Ну, если все-таки капитализм победил, то за счет чего? За счет какого ресурса? Неужели вот эта пятюлечка «деньги-товар, деньги-штрих» и есть, так сказать, формула победы капитализма? Ну, тогда нужно приглядеться к этой формуле повнимательнее. И если народы так называемых развитых стран вот так себя называют, то в чем их развитость? Давайте попробуем ответить на эти вопросы и, так сказать, всесторонне их рассмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим на формулу всех времен и народов, написанную Марксом «деньги-товар, деньги-штрих» С, так сказать, с ракурса мысленного эксперимента. Проведем мысленный эксперимент. Возьмем двух человек. Человек один и человек два. Предположим, что эти люди заперты в замкнутой комнате обладают некоторым количеством денег. Но это количество денег, как вы понимаете, постоянно на протяжении нашего мысленного эксперимента. Итак, проведем две сделки. Но напишем следующее. До сделки каждый человек обладал некоторым количеством денег. У человека один было денег D1 до сделки. У человека два было количество денег D2. После сделки, как вы понимаете, ну, по формуле Маркса, если исключить товар, потому что с ним, так сказать, все равно ничего не происходит, да, сначала человек два отдаст товар человеку один, а потом человек один продаст этот же самый товар, то есть, как бы, вернет товар человеку два. Поэтому на него не будем смотреть, сейчас нам интересна именно денежная составляющая нашего эксперимента. Соответственно, по формуле Маркса у человека один станет денег D1 штрих. Соответственно, у человека два после проведения этой сделки станет денег D2 штрих. Ну, ведь так? Некоторые в этот момент удивятся, скажут, почему это я запер их в комнате и провожу такую странную сделку. Ну, давайте не будем спешить. Сейчас мы все увидим. Итак, количество денег в комнате не изменилось. Соответственно, до сделки количество денег равнялось D1 плюс D2. После сделки количество денег измеряется величиной или суммой D1 штрих плюс D2 штрих. Как вы понимаете, эти суммы должны быть равны. Деньги же никуда не исчезли и ниоткуда не взялись. Комната замкнута. Перегруппируем немножко члены и посмотрим, что получилось. D1 штрих минус D1 это, соответственно, дельта D. Или можно сказать, что это и есть как раз прибыль, полученная человеком один. Итак, дельта D1. А здесь, если мы поменяем их местами и вынесем минус, что называется, за скобки, мы получим. Извиняюсь. минус дельта D2. То есть, прочтем, так сказать, простым русским языком. Прибыль, полученная человеком номер 1 равна убытку полученному человеку номер 2. Ну, или чуть-чуть по-другому. Сейчас вот этот уберем. Уже все наши рассуждения. Что у нас получается? Перепишем. Ну, и, собственно, и это перепишем. Два варианта записи дадим. Либо так, действительно. Прибыль, полученная человеком 1 равна убытку, полученной человеком 2. Или немножко по-иному. совокупные прибыли, или сумма прибылей этих двух человек равна нулю. Ну, опять, оно же понятно. Количество денег ведь не прибавилось в комнате, комната заперта. Откуда бы им там взяться? То есть, два человека одновременно получить прибыль с этих двух сделок не могли. То есть, если один получил эту прибыль, то второй получил точно такой же убыток. Опять, кто-то скажет очень странное, так сказать, рассмотрение вопроса. Ну, кто же в здравом уме и, так сказать, в твердой памяти будет проводить такую сделку. вернее, человеку одному, может, человеку номер один такую сделку провести, наверное, выгодно. Ну, в том смысле, что это вообще как бы суть капиталистических отношений. Деньги, товар, деньги, штрих, все дела. Ну, странно. А зачем человеку два участвовать в обеих сделках? То есть, и в первой сделке продажи, и во второй сделке покупки того же самого товара, но по более низкой цене, ой, по более высокой цене. То есть, это же нонсенс. То есть, человек два не может участвовать в этих двух сделках одновременно. Это какая-то глупость. То есть, либо этого человека заставили, то есть, что называется, неравноправное партнерство, да, как говорят, сейчас изнасилование принято называть неравноправное партнерство. Вот, то есть, над человеком два совершили акт изнасилования, в общем-то, экономического. Зачем ему это надо? Ну, то есть, либо это действительно насильно с ним сделали, либо вряд ли он на это согласится. Зачем? А вот теперь давайте посмотрим несколько иную ситуацию. Нарисуем так. Сначала человек один где-то покупает товар. Платят за него деньги Д, как мы уже говорили. А потом он совсем в другое место продает этот товар. Не тому же самому, так сказать, субъекту экономики. Какое-то в другое место. За деньги Д штырь. Ну, и тогда как бы все в порядке. Тогда вроде бы вот это вот не имеет пока значения. Есть Дельта Д один, есть прибыль, деньги товар, деньги штрих. Все в порядке. Вроде бы, да? Нет уже никакого, так сказать, насилия, казалось бы. И есть иллюзия прибыли. Ну, то есть, у человека один действительно есть прибыль. но, а что если мы вот эти вот два места соединим? Что значит соединим? Ну, а то и значит, возьмем и соединим. В одно целое. Это ведь все равно, эти две точки все равно находятся где-то, так сказать, геометрически в одном пространстве. Как геометрически можно назвать это пространство? Это поверхность планеты Земля. Или можно сказать, это мировая экономика. это же все равно здесь. Это же не где-то. Это неразрывная область. Если мы таким образом объединим эти две точки, то есть, то место, где этот человек один сначала купил товар, а потом то другое место, куда он его продал, напишем, что это мировая экономика. Ну, как бы остальная. То есть, мировая экономика за вычетом рассматриваемая человека. В принципе, это все равно мировая экономика, но поскольку мы рассматриваем две сделки, его как бы вычли. То все наши рассуждения опять приобретают свою актуальность. Мы вынуждены признать, что вот если здесь мы напишем не два, а дельта д мировой экономики, и даже напишем лучше так. Сделаем акады большим. то получается, что по отношению к одному отдельно взятому индивиду, у которого есть, кстати, некоторые характеристики, ну, к примеру, если это человек, то это у него есть имя, фамилия, имя, отчество, Филу, то по отношению к этому человеку, которого собственно конкретно зовут, он там гражданин какой-то страны, или там имеет определенные какие-то выходные данные, все равно его можно как-то локализовать, да, возможно получить прибыль, но сразу автоматически неизбежно, ты можешь сказать математически мы вынуждены признать, что остальная часть экономического пространства получает убыток, точно такой же убыток по величине, ну, а по знаку соответственно убыток, ну, или вот такая запаса, вот почему я назвал эту серию иллюзия прибыли, то есть, ну да, один человек может получить прибыль, безусловно, но остальная часть экономического пространства при этом впадает в убыток. Зададимся опять тем вопросом, который я задавал в предыдущей серии, кто кого победил? Ну, формально этот человек, который имеет ФИО, да, фамилию, имя, отчество, победил мировую экономику, взял и надул, взял и кинул ее на деньги, все называется. Ну, как бы провел так сказать, законные, две законные сделки. Ну, как законные? Ну, они, не знаю, насколько они законные. почему мировая экономика это допускает? Почему она должна это допускать? По скудоумию? Просто никто не понимает, что так происходит? Ну, наверное, так, потому что, ну, этих же больше. Этот-то один. Чего же эти дремяк-то? Чего же они мышей-то не ловят? Как там? кто-то, кто-то видит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну так формально Как мы могли бы посчитать прибыль сделки? Прибыль сделки равна Что у нас тут имеется? Ну классическое определение прибыли это разница между доходом и расходом У кого здесь доход? Доход у продавца Соответственно доход продавца Ну коротко напишем Доход продавца Ну а расход соответственно у покупателя Покупатель отдал деньги Тут так напишем Продавца а здесь покупателя И что мы видим? Ну мы вынуждены признать Что это же одни и те же деньги Которые ушли от покупателя и пришли к продавцу То есть Доход продавца Равен расходу покупателя Соответственно прибыль сделки равна 0 Ведь так? Ничего другого же здесь Так сказать Никаких других денег нет Ну и теперь если представить Что вот из этого Так сказать опять же Из таких вот гиполей Из таких атомов состоит тело рынка Вообще любого рынка Ну я так условно да Что Какой бы период мы не взяли Какую бы территорию мы не взяли Ну допустим там ВВП отдельно от конкретной страны Ну нам в принципе какая разница Ведь если Каждая сделка в отдельности Обладает свойством Нулевой прибыли То есть прибыль сделки равна 0 То какое бы количество сделок Мы не просуммировали Это все равно будет 0 Так Ну можно так Математически Строго так Объемно это Написать приблизительно так Прибыль Значит Что у нас такое Прибыль допустим Любого количества сделок Любого количества сделок Сумма Сумма прибыли сделок Допустим Сделка Итаря При и От единицы До некого Н Равна 0 Ну такая Совсем как бы такая Математическая запись Да Как считают ВВП любой страны Допустим за год Ну как правило за год Его ведь считают по сделку Никто же не считает Потому сколько произвели Там что-то там Кто-то положил у себя там На заднем дворе Да на складе Какая разница Если ты не продал То ВВП не увеличился ВВП выражен в национальной валюте То есть в деньгах Если ВВП считать Именно в этом смысле Мы же У нас как бы категории денег Мы рассматриваем Да То есть прибыль Это все-таки денежная категория Конечно ВВП в принципе И нужно И можно И нужно Выражать В натуральных величинах Там штуки Килограммы Метры Но в данном случае А что нас держит Кто нас держит За обычность Так сказать Почему мы должны Просто так сказать Цитировать учебники Почему мы не можем Иметь свой взгляд На происходящее Вот Вынуждены признать Что если мы Просуммируем Любое количество сделок За любой Рассматриваем Не его это дело Какая разница Ну как бы Надругался И ушел Но Вы знаете Нет Ничего подобного Я вам уже говорил Да Что Даже в России Единовременно Вот Изучают экономику Порядка Двух миллионов студентов Представляете Два миллиона В России Только вот сейчас То есть Если примерно Предположить Какое количество Людей Изучила Изучает Преподает Экономику В мире Во всем То наверное Получится Не одна Сотня миллионов Человек 100 200 300 Миллионов Человек изучили экономику И никто Почему-то Вот не задался Вот таким Простым вопросом Ну как Это же естественно Все знают Что такое сделка Ну Или там Примерно представляют Да Но никто Почему-то Не захотел Нарисовать Ее образ Образ Диаграмму Наглядно Наглядно Ее продемонстрировать А вот же она Ну и так Никто же не скажет Что я Что такое выдумал Я только вот это Выявил То есть Я логически Раз это одни и те же деньги То вот собственно Логика сделки Вот она Я же тоже это не выдумал И вот это Это чисто так сказать Ну как бы уже Посуммировал сделки Ну и что я здесь сделал не то Ну так вот Есть такой экономист Смотрите Даже экономисты До этого дадут Инженеры Минханники Как орешки щелкают экономику Ну вот экономисты Как бы тоже подтягиваются Тоже не дураки Молодцы Смотрите Есть такой автор Грегори Мэнкью Значит Американец Ныне живущий Здравствующий По моему преподающий даже По моему даже сайт У него есть В интернете Можете попробовать Посмотреть И книжка Его значит Под названием Принципы макроэкономики Четвертое издание Представляете В России уже так сказать Значит Четыре издания пережило Ну то есть довольно популярная вещь Значит Какой это год 2010 год Выпуск Значит Открываем эту книжку На странице 129 И читаем Значит Это глава называется Как измеряется национальный доход Вот Смотрите Значит Читаем ВВП одновременно Измеряет И общий доход Всех субъектов экономики И общий объем расходов На производство Товаров и услуг Смысл Такого двойного Подсчета Состоит в том Что оба показателя Должны совпадать А дальше Грегори Мэнкью Выделяет Значит Выделено Самим автором Для экономики В целом Общий объем доходов Должен быть равен Общему объему По расходам По Око Ну так Он же об этом и говорит То есть Ну да Вот он не нарисовал Вот это И не написал Ну и все Как бы Ну что называется Так сказать Поговорил Да Опять Ну поговорил и хорошо Как бы да А я написал И сразу как-то жесткость Появляется Да Одно дело сказать Другое дело написать За это уже Что называется Можно же К математике Привлечь Да По статье Математика Ну так вот Да Я нарисовал И образ И формулу написал Но я не стесняюсь этого Грегори Мэнкью Немножко постеснялся Ну как-то видать Корпоративная этика Да Представляете Если бы он сказал это В смысле Он бы это написал Что А собственно Прибыль то равна нулю Ребята А к какой прибыли то мы стремимся Если прибыль равна нулю Ведь если ее считать по сделкам То в целом Для экономики Он правильно говорит Ну для экономики любой страны Для мировой экономики Суммарная прибыль то равна нулю Ведь от этого никуда не деться Потому что Потому Если считать по сделкам То ноль Что делать Не доверять мне Не доверять Мэнкью Или не доверять собственному мозгу Ну посмотрите просто И все Чему вы здесь не доверяете Моим словам А я то здесь не что Я ничего нового не сказал Ну все Вот же Все перед вами Что тут нового в принципе Да я Я несколько так сказать Скорбинировал Что-то нарисовал Формулу Да И что Ну Ну Сами Сами Размышляйте Я вот к этому пришел Мне так сказать Мне не страшен этот вывод А что такого Не знаю как вы к этому отнесетесь Собственно Собственно Есть Собственно 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 На каком-то этапе Изучения экономической теории Мне вдруг захотелось Нарисовать блок схемы Ну или чертеж Из которого бы следовало Взаимное пространственное Расположение экономических И финансовых категорий Ну в общем неудивительно Я по образованию Инженер механик Я подумал Что эта блок схема Позволит Внести Ясность В то Как Взаимодействуют Данные категории Давайте Проделаем эту работу Вместе Давайте Начнем Рассмотрение нашей блок схемы Или формирование нашей блок схемы С чего-нибудь очень классического Вот Возьмем допустим Адама Смита Работа Под названием Исследование о природе И причинах богатства народа Ну куда уж более классическое Да Открываем прямо в самом начале И читаем Введение и план сочинения То есть с самого начала Годичный труд каждого народа Предоставляет собою Представляет собой Первоначальный фонд Который доставляет ему Все необходимые для существования И удобства жизни Продукты Вот Вот Немножко сожму Данное выражение Значит Текст Смотрите Труд народа Или труд каждого народа Доставляет ему необходимые продукты Так Значит Что у нас в центре? Ну в центре у нас народ Понятное дело Люди Собственно с них все и начинается Так и рисуем Люди Имеют потребности Что-то им в жизни необходимо Собственно Это И Нарисуем То есть у людей есть потребности Как они решают данный вопрос? Они Решают данный вопрос Соответствующими продуктами То есть продукт Как так сказать Написал Адам Смит Потребность может быть удовлетворена Неким продуктом Ну так и напишем Напишем допустим слово Товар дадим Этому продукту И нарисуем Вот так То есть у людей есть потребности Потребности может удовлетворить некий товар Ну продукт В данном случае товар Как Как Какой так сказать Способ получения этого товара? Труд Собственно Об этом и пишет Адам Смит Только труд Способен произвести данный товар Который удовлетворит потребности Которые возникли Или как это Генерируются людьми Но опять же А труд Кто собственно трудится? Откуда берется труд? Трудятся люди Соответственно Можно нарисовать как-то так Вот это пожалуй Ну во первых это вполне На мой взгляд Адекватное Выражение Того что сказал Адам Смит В первом своем предложении И Я нашел эту Часть блок схемы То есть вот эту вот Ключевую часть блок схемы Именно Корнем Рассмотрения данного вопроса То есть Такой корневой Опорная часть блок схемы В общем Ничего пока не будем К этому прибавлять Давайте Попробуем Ну допустим Почитать дальше Адама Смита Читаем дальше От количества этих продуктов Сравнительно с числом тех Кто их потребляет Народ оказывается лучше Или хуже Снабженным Всем необходимым Ну Сложно с этим не согласиться Наверное Он имеет в виду Что-то вроде ВВП Валового продукта На душу населения Да то есть Собственно и Сам выработанный продукт Деленый на количество людей Которые И вроде как Вот от этого Зависит богатство Ну да Да согласен Что-то может быть Еще дальше Но это соотношение У каждого народа Определяется Двумя различными условиями Во-первых Искусством Умением И сообразительностью С каким В общем применяется Его труд И во-вторых Отношение Между числом тех Кто занят полезным трудом И числом тех Кто им не занят Ну тоже довольно Корректное размышление То есть Имеется в виду В первом Так сказать Во-первых Это производительность труда Ну или развитие Научно-технический прогресс Что-то да Что-то вроде этого А второе Ну да действительно Кто-то работает А кто-то не работает А делят на всех Соответственно Хватает Хватает Как бы Хватает не всем Ну или в смысле Продуктов сразу Как-то меньше Потому что Значит Ну хорошо Давайте Дальше Пусть так У диких народов Охотников И рыболов Каждый человек Способный к руду Более или менее Занят полезным трудом Да действительно А дальше Такие народы Однако Бывают Ужасно бедны Ужасно бедны Ну как-то Ну пусть так Допустим Что дальше интересно Напротив У народов цивилизованных И процветающих О уже интересней Хотя у них Большое число Людей Совсем не работает Ого Причем Многие Неработающие Потребляют В десять А часто И в сто раз Большего труда Ого Чем большинство Работающих Продукт Всего труда Общества В целом Так велик Что часто Все бывают В изобилии Снабжены Ну интересно Только что он говорил Что производительность И соотношение Работающих Неработающих А тут оказывается Люди не работают Потребляют В сто раз больше Труда В сто раз больше И все равно Вроде как все счастливы Ну интересно Ну хорошо Хорошо Ну пусть так Дальше Причины этого прогресса В области Производительности труда Ого Хорошее слово И порядок В соответствии с которым Его продукт естественным образом Распределяется между различными Классами и группами Людей в обществе То есть смотрите Ну как казалось бы Производительность труда Ладно А дальше Оказывается достаточно Навести порядок Согласно которому Будет правильно Распределяться продукт И уже все будут счастливы То есть Тут как-то написано Странно То есть уже как бы Не важно Какое количество Людей работает И не работает Главное если правильно Распределять Ну все как бы Все будет нормально Ну не знаю Не знаю Пусть так Читаем дальше Каково бы ни было Состояние искусства Умения и сообразительности Применяемых при работе Данным народом Обилие и скудость Годового снабжения Должны зависеть При неизменности Этого состояния От соотношения Между числом людей Занятых полезным трудом И числом лиц Не занимающихся им Ну как бы Опять 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 То есть Все таки как бы Я все таки считаю Что если Кто-то работает А кто-то не работает То в общем Делить придется на всех И уже будет меньше Ну опять правильно Вроде бы А дальше Число полезных И производительных Рабочих Как это будет Выяснено в дальнейшем Зависит везде От количества капитала Затрачиваемо на то Чтобы дать им работу И от особого способа Его употребления Ну вот И как бы И совсем уже съехали Оказывается Для того чтобы люди Начали работать Нужен капитал Ну а Мы же вроде Он же в первой Мы же Первую его фразу Первое его предложение Нарисовали Вроде бы адекватно Один в один То есть Для того чтобы люди Начали работать Ну собственно Нужно чтобы люди Начали работать Только тогда Получается товар Который Удовлетворяет их Потребности Ну Первые В первом его предложении Как С чего он собственно начал Не было слова Капитал Оно как бы Гладкое Понятное И действительно Легко ложится На доску Потом Как то явно Он запутал конечно Тему Честно говоря У Макса Я тоже не нашел Уж прям так вот Выпуклых Хороших фраз Чтобы можно было Продолжить эту блок схему Придется это делать Самостоятельно Давайте Сделаем Что происходило В сфере В экономической сфере Или в сфере Производства Ну скажем Те же 300 лет назад При Адаме Смите Он это Пишет В общем-то Происходило Разделение труда Действительно Что Рождало Разделение труда Разделение труда Порождало Такую проблему Каждый человек Производил уже не то Что нужно ему А то что нужно Обществу Из того что он Производил Допустим Гвоздь Соответственно гвозди Ему нужно там Десяток в год Или может в месяц Все остальные там Тысячи гвоздей Которые он производил Ему не нужны Соответственно Родилась такая Область Под названием Рынок Ну или база Ну можно сказать Рынок Вот поэтому Экономика стала Рыночной Ну это понятно Тут действительно Нет никаких вопросов Собственно Вот в связи с этим И появилась Как бы Следующая уже Логическая Так сказать Цепь В логической нашей Размышлении В нашем Вот тут Появляется проблема Потому что Опять же Вот Один человек Принес на базар Тысячу гвоздей А другой Привез допустим Там Сто килограмм свинины Опять же Они не могут Поменяться Гвозди на свинину Потому что и тому Тысяча гвоздей не нужна Который произвел свинину То есть В общем Так родились деньги Ну примерно так Сейчас не будем вдаваться в подробности Деньги Хорошо Деньги Как Что такое Производство денег Ну Есть Замечательное Современное слово Для этого процесса Этот процесс Называется Эмиссия Давайте Куда-нибудь 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 Сюда Это Слово Расположим Деньги Деньги Уже Деньги 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 Есть Замечательное Современное Слово Для этого процесса Этот процесс Называется Эмиссия Давайте Куда-нибудь 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 Сюда это слово расположен. Что мы нарисуем? Нарисуем где-нибудь здесь. Итак, эмиссия. Эмиссия это выпуск денег, собственно. Тут как бы ничего особо придумать. Соответственно, продуктом эмиссии, кто осуществляет эмиссию? Опять же, не вдаваясь в большие подробности, но понятно, что это люди. Это не что-то же такое космическое или природное. Это вещь искусственная, рожденное людьми для людей, собственно, для самих себя. То есть, опять же, что это точно так же. Люди производят эмиссию, ну, такой специфический, специфический труд, что ли, да, все-таки, его выделим, поскольку он рождает несколько иной продукт. Не товар, а деньги. Вот, собственно, так и нарисуем. То есть, результатом эмиссии являются деньги. Могут ли деньги удовлетворять потребности напрямую? Ну, наверное, нет. Ну, никто же не пробовал там забивать деньгами, там, крышу чинить или, да, или кушать деньги. Ну, это понятно все-таки. Деньги нам нужны для облегчения товарообмена. Деньги встречаются с товаром на территории под названием рынок, собственно, или базар, да. Вот такой. Так примерно их и объединил в такие области. Значит, первая область, которая нам понятна, ну, или, вернее, не первая, наверное, давайте так. Первая область, которую мы вообще-то нарисовали, это был, конечно, это была экономика. Собственно, труд и рождает товары или продукты. Так и напишем. Область экономика. Как-то так вот ее областью и не рисуем. Экономика. Та область, где встречаются деньги и товары, называется рынок. Ну, а это, эту область, где происходит, собственно, эмиссия, ну, не только, может быть, ну, так, по крайней мере, это ее главная, центральная часть. Назовем эту область финансы. Ну, почему бы и нет, нормально. Ну, вот, что-то уже начинает вырисовываться. Вполне, так сказать, удобоваримая блок-схема, понятная, по крайней мере, вот в этой части так вообще, как бы, без всяких вариантов, что называется, не рождает никаких особо критических каких-то замечаний. Тут, ну, это новое, так сказать, такой блок-схемы я не встречал ни в одном учебнике по экономической теории, просто по экономике. Поэтому, наверное, это будет рождать какие-то вопросы. Но с чего-то же нужно когда-то начинать, да? Что-то нужно было нарисовать. Вот я нарисовал это. И давайте продолжим. Как я уже говорил, я по образованию инженер-механик. Исходя из этого, целью моего исследования было все-таки не, собственно, только нарисовать блок-схему, как я уже сказал, а блок-схема лишь позволит более четко определить взаимное расположение частей и вскрыть их взаимосвязи. И в конечном итоге это позволит нам открыть некоторые новые закономерности. Я так считал. И, в принципе, это мне удалось. Вот давайте с закономерности уже и начнем прописывать, собственно. Начнем прямо с верхней главной области под названием экономика. Что можно там написать? Какая главная формула могла бы характеризовать экономику? Формула, в которой, скорее всего, главным членом был бы труд и, собственно, результат этого труда товар или ВВП. Вот прям возьмем и напишем эту формулу. Что я написал? Ну, как это читается, так сказать, обычно. Кто-то, если учился, так сказать, в школе-то помнит. Труд. Значит, труд приводит к изменению ВВП. То есть, или труд рождает ВВП. Ну, а по математической запись, труд равно ДВВП по ДТ. Ну, так сказать, дифференциальная, дифференциальная запись. Ну, в общем-то, может быть, не очень простенькая запись. Может быть, кому-то покажется она сложной. Но я-то не считаю ее сложной. В общем, совсем проще написать вряд ли возможно, на мой взгляд. Поэтому уж примите как есть. Так сказать, критикуйте на здоровье. Но вот уже что написал, то и написал. Я считаю эту формулу главной формулой экономики. То есть, это, собственно, цель экономики – это рождение валового продукта. Ну, если рассматривать экономику в целом, да. А способом этого рождения выступает труд. Ну, больше там ничего не напишешь. Ну, и время, да. Во времени. Как правило, ВВП измеряется в год, допустим. ВВП в год. Правда, еще на душу населения. Ну, это уже, так сказать, другая вещь. Это вот где-то вот здесь уже будет. Пока так. Теперь. Ну, начнем. А теперь снизу начнем, так сказать. Середина, она самая, так сказать, лакомая будет. Она вот самая интересная. Тут, так сказать, самая жизнь вся и проистекает вообще-то. С точки зрения нашей блок-схемы, здесь как бы как раз меньше всего сказано. Если вот здесь как-то всем понятно, да, и можно прочитать у классиков, собственно, то, и по поводу эмиссии сейчас мы напишем просто довольно, то вот здесь как раз вся недосказанность и начинается. Собственно, весь трехтомник Маркса, это что-то там обосновать, откуда берется добавленная стоимость, да, или добавочный продукт. Вот, собственно, он как бы здесь берется. Или он сказал, нет, наверное, в труде, но поскольку он не рисовал блок-схему, то, да, поймать его, так сказать, за мысль, за его, было довольно сложно. Так сказать, меня проще. В этом смысле, вот, пожалуйста, взял меня и, так сказать, и поймал меня на слух. Итак, финансы. Вот, на самом деле, при вроде бы такой тоже простенькой, простенькой теме, казалось бы, и простеньким словом, довольно простым, да, под названием эмиссия, эта тема оказалась чуть более сложной, чем труд, чем экономика. Почему? Потому что, вот, к примеру, в конце 2008 года, в начале 2009, как и во всем мире, да, в России разразился финансовый или экономический, как его называли, кризис. Значит, что произошло? Произошло увеличение валового продукта, то есть сжатие экономики. Соответственно, этому процессу, мы сейчас еще, так сказать, об этом скажем, это соответствие нарисуем, должна была измениться денежная масса в стране. И она изменилась. Это легко проверить, зайдя на сайт, допустим, Банка России. Там публикуются сведения, постоянно, ежемесячно, о том, какая в стране денежная масса общая. Так вот, денежная масса уменьшилась. А процесс, так сказать, понятен. Но слова для обозначения данного процесса в экономической теории, ну или в финансовой теории, отсутствуют. Нету слова, которое можно было бы этим характеризовать. непорядок. Предлагаю это слово ввести. Значит, ну напишем где-нибудь тут в сторонке, что ли, хотя нет. Хотя можно написать там же. Давайте напишем там же. Напишем так. Эмиссия дроби. Демиссия. Демиссия значит уменьшение денежной массы. Если эмиссия это выпуск денег, ну или увеличение, уже в данном случае, денежной массы, то демиссии будем называть процесс, или обозначать процесс по уменьшению денежной массы. Дело в том, что если, грубо говоря, вот труд рождает товары, и товары, как правило, если лучше пропадают там, так сказать, в утробе потребителя, да, или каким-то другим способом, то, как правило, не на территории все-таки завода, ну, как правило, в большей степени. То, поэтому здесь писать там, где труд, или там, наоборот, разрушение, да, валового продукта, здесь, конечно, как-то нелепо. А демиссия происходит на той же самой территории, где и происходит эмиссия. То есть, деньги раздаются там же и умирают там же. Они умирают в чреве эмитента. Или вот в данном случае, по отношению к России, это Банк России. То есть, Банк России увеличивает денежную массу, и Банк же России вправе и делает это, уменьшает денежную массу. Никто другой не вправе уменьшить денежную массу. Ну, так же, как и увеличить. То есть, никто не вправе управлять денежной массой на территории России, к примеру, кроме как Банк России. Вот только он имеет на это право. Соответственно, эта запись, эмиссия, дробь, демиссия, в принципе, корректна. Корректна. Потому что, никто другой не может это дело уменьшить. Значит, что тогда? И вот, тогда, тогда родилась очень простая, уже теперь более простая формула. Она примерно такая же, практически такая же. Наверное, вы уже примерно представляете, как она выглядит. Рисуем. Математическая запись. ДЭ равно ДМ по ДТ. Опять же. Ну, ДМ по ДТ это изменение. Опять же, дифференциальная запись. Что такое ДЭ? Я, так сказать, использовал эти два слова, но вы уже понимаете, что это демиссия и эмиссия. Но, помимо этого, данные две буквы родили очень хорошее прочтение этой формулы. Смотрите. Действия эмитента приводят к изменению денежной массы. А обратное прочтение формулы еще более информативное. Изменение денежной массы возможно только в результате действий эмитента. Причем, увеличение денежной массы принято называть эмиссией, а уменьшение денежной массы будем называть демиссией. То есть, ДЭ равно ДМ по ДТ. Удобно. Также, я не хочу сказать, что я одной формулой исчерпал такую область, как финансы. Нет, конечно, это было бы слишком самонадеянно с моей стороны, да и глупо, потому что, конечно, это не единственная закономерность, функционирующая на данной территории, или которую можно выявить на данной территории. Но это ключевая, это, собственно, рождение. Если у нас нет денег, если их не родить вообще, если не управлять процессом их воспроизводства, денег, то, собственно, и говорить будет не о чем. То есть, как бы и области финансов просто не будет. Поэтому рождение, ну и смерть, да, в данном случае, то есть, управление процессом, так сказать, выпуска денег, их количеством, и составляет суть, то есть, самое начало отрасли под названием финансов, ну или там области человеческой деятельности. Поэтому эта формула просто главная, а не единственная. Субтитры создавал DimaTorzok вот теперь можно спокойно переходить к центральной части, ну, в данном случае в блок схемы, или к средней части нашей блок схемы под названием рынок. Как оказалось, эта вещь наименее исследованная. Ну, правда, к слову сказать, в общем-то, и вот эта формула для экономики никем не написана, не была никем написана. И эта формула для финансовой сферы не была никем написана. Но это как бы интуитивно понятные формулы, и они пока не рождают никакой, ну что ли, какой-то метаморфозы в голове, да, то есть они как-то гармонично ложатся. В общем-то, ничего нового, грубо говоря, я не говорю. Ну, так, по большому счету. В общем-то, понятно, ну, формулу написал, ну, хорошо, молодец. Любишь формулы, пишешь их, ходишь, ну, кто-то на заборе, знаете, там, трибуку пишет, или там еще что-то, цой жип, да. А вот, так сказать, ну, а я вот хожу и пишу формулы, Ну, у каждого, так сказать, свои пристрастия какие-то. Значит, а вот, а вот здесь оказалось гораздо больше, так сказать, вот, вот здесь вот собака была зарыта, прямо скажем. Хотя, начнем с той формулы, которая уже известна. Понятное дело. Раз здесь, на территории рынка встречается, встречается товар и деньги, то, соответственно, какое-то должно быть соотношение, которое их объединяет. Оно есть. Оно уже, во всех, так сказать, книжках по экономической теории, оно, естественно, присутствует. Формула очень простая, я ее просто напишу. Ну, я ее напишу немножко по-своему, чуть-чуть, но вы увидите, что это, в общем, классическая формула. Напишем это так. То есть, какое соотношение должно соблюдаться на рынке? На рынке должно соблюдаться соотношение. Количество денег должно быть равно внутреннему, валовому продукту, годовому, ну, в данном случае, допустим, годовому, для того, чтобы, грубо говоря, денег должно хватать для товарообмена. Это формула, так сказать, рассмотрена уже и классиками, раньше, поэтому, в принципе, все понятно. единственное, я написал некий коэффициент пропорциональности, да? Еще раз, соотношение классическое, тут как бы и говорить нечего. Коэффициент пропорциональности, я его так написал, чтобы он, так сказать, не сильно мозолит глаза. Но, на данной территории обнаружились еще две формулы, которые сильно изменили мое восприятие дальнейшее, так сказать, всей этой области. Ну, одна формула, может быть, не очень сильно изменила, напишем ее сразу, чтобы не сильно интриговать. На территории рынка, ну, или вот, усилию, усилию тезис, на территории базара или базарной площади обнаруживает себя некая закономерность. Базарная площадь не потребляет товар и не производит его. Базарная площадь это то место, куда утром товар приезжает, ну, там, вместе с продавцами, с покупателями, а вечером уезжает. То есть, если вы слишком рано утром придете на базарную площадь, вы обнаружите ее пустой, вот вообще пустая, там нет никого и ничего. Если вы поздно придете на базарную площадь, даже если это базарный день, то вы обнаружите то же самое. Ну, может быть, какое-то количество мусора, но, как бы, больше ничего на этой базарной площади не будет. То есть, товара там не будет. И самое главное, что этот товар потребил не сам рынок. И, когда базарный день начинается, вот, базарная площадь не сама вырабатывает этот товар. Не на этой территории происходит рождение товара и потребление товара. Это базарная площадь. Вот такую примерно аналогию и надо употреблять. То есть, товары через базарную площадь проходят транзитом. Сколько их приходит туда утром в базарный день на базарную площадь, столько же вечером и уходит. Не важно, кто это унес. Либо это производитель как-то обратно на склад свой отнес, у него не купили пока. Либо это купил покупатель и ушел счастливый с этим товаром. То есть, в данном случае товар не рождается и не потребляется рынком. Вот что я хочу здесь показать. Ну, а вот последняя, соответственно, как вы уже понимаете, формула, которую я сейчас напишу, вот она уже и вызвала мировоззренческое негодование, поскольку она многое изменяет в восприятии всего того процесса, который рождается сейчас на ваших глазах на этой доске. Пишу. Дельта М равна нулю. Ну, так математически. То есть, опять же, деньги рынком не потребляются. И деньги рынком, соответственно, не рождаются, потому что процесс рождения мы уже описали. Рождается здесь, так же, как и товар, рождался здесь. Но еще раз. Дельта М равна нулю. То есть, изменение денежной массы на территории рынка в результате торговых операций не происходит. Вдумайтесь, вдумайтесь, прочувствуйте то, что я говорю. Пусть это пропитает все все клеточки вашего организма, все разделы вашего мозга, эмоции, пусть на это поработает, как следует. То есть, смотрите, действительно, вдумайтесь, к примеру, представьте себе такую ситуацию. Утром в базарный день ворота базарной площади открываются. туда заезжают продавцы со своими товарами, приходят покупатели со своими деньгами, ну, у продавца ведь тоже какое-то количество на размен или вообще, как у человека должна быть в кармане денег. И представьте себе, что ворота, как, допустим, работают открытыми в течение получаса или часа, потом ворота закрываются, к примеру, ровно в 9 часов утра, к примеру, и только в этот момент дается свисток. Все. Начало торговой деятельности, как на бирже, помните, показывают по телевизору периодически, начинается торговая деятельность, ворота закрыты, и весь день, ну, допустим, несколько часов ворота будут оставаться закрыты, пока там продавцы с покупателями не договорятся, что-то не купят. Потом ворота открываются, и все обязаны покинуть территорию базарной площади, и все покидают территорию базарной площади, соответственно, товары, да, товары все опять вывозятся, базарная площадь пустеет, полностью пустеет, и народ уходит. Вот, теперь обратите внимание, с момента закрытия ворот базарной площади и свистка, который обозначает начало торговой деятельности, и до момента открытия повторного ворот базарной площади, может быть, повторного свистка, который будет провозглашать окончание торговой деятельности, в этот момент на территории рынка находилось определенное количество товаров на территории базарной площади, и определенное количество денег. Никакое событие, происходящее на территории рынка, или торговое событие, то есть, ни одна торговая операция, не может приводить к изменению денежной массы, потому что торговые операции характеризуются интересным феноменом, когда один человек другому передает деньги. Это вот одна сделка, но количество, которое отдает один человек другому человеку, равно, то есть, сколько я даю за товар денег, столько продавец и получает от меня, ведь в процессе передачи никуда же они не деваются. Вот это очень важное замечание, которое вокруг него, в том числе, все мои рассуждения потом и будут построены, потому что именно это вызвало, конечно, у меня такой мировоззреческий сдвиг. Это, конечно, нигде не оговаривается, как раз наоборот. Все работы Маркса, вот этот могучий труд под названием капитал, как раз показывает, что каким-то мистическим образом, каким-то очень сложным процессом количество денег увеличивается. Правда, у одного человека, ну или у каких-то, он, правда, не говорит, что с другими людьми при этом происходит, странно, но он говорит, что это как бы законно, нормально, что это как бы формирование капитала, что это как бы и есть тот законный процесс на этой территории. А я пока, по крайней мере пока, не вижу законности, где возникает дельта м. А что такое дельта м? Это прибыль. Ведь, как написано у Макса, что пишет Макс, его самая простая знаменитая формула, деньги, товар, деньги, штрих. Что такое деньги, штрих? Беру, беру, переношу одно, другое. Деньги, штрих, минус деньги, равно, пишу, прибыль, макса, это деньги, которые я получил в конце моих сделок, двух сделок, сначала я что-то купил, потом я продал, эти деньги, которые у меня были изначально, я заплатил за свой товар, а вот это и есть прибыль, или, или еще можно писать, это и есть дельта М, или вот так, это же изменение денег, правильно? Правда, это изменение денег у отдельно взятого человека, но все равно, это и есть, это и есть, либо прибыль, либо можно писать дельта М. Так вот, оказывается, оказывается, и Маркс все свои вот тома посвятил тому, чтобы как-то обосновать, что это нормально, что ничего там, никто никого не ущемил, что все в порядке, что все замечательно, и это, в общем-то, это и составляет суть капитализма. А я в первом приближении сразу, вот просто рисую пока, даже не задумываюсь вообще пока ни о чем, и не ставя себе целью кого-то выгородить, или там, родить какую-то новую мировоззрение, или там, я не знаю, идеологию, не осуждая капитализм, не пытаясь рассказать, так сказать, поведать миру о каком-то коммунизме, нет, я просто вот чисто, как ученый в данном случае, да, подхожу, я просто смотрю на закономерности, которые здесь автоматически должны быть прописаны. Да, возможно, эта блок-схема имеет какой-то ущерб, согласен, возможно, я не утверждаю, что здесь, так сказать, все четко, но, если ее принять, если пока, по крайней мере, в первом приближении согласиться с тем, что она, в общем-то, отражает существо процессов, то мы вынуждены написать вот такую, такую закономерность. Ну, я как ученый вынужден, вот в данном случае, да, выступая, как бы, с позиции ученого, я вынужден это написать, потому что я не могу представить, каким образом здесь количество денег на территории рынка может увеличиваться. Я не могу этого представить. Как? Как может увеличиваться количество купюр? Кто их рисует? На территории рынка. Мы же берем, ну, законную сейчас, если как бы, здесь орудуют какие-то фальшивомонетчики, но при чем здесь рынок? Мы же, как бы, рассматриваем существо процессов. Это подделка, это вот здесь. Это они просто нелегальные имитенты. Ну, они здесь, они печатают, допустим, там, нелегальные рубли. Они все равно имитенты. Они здесь. Они здесь. В результате торговых операций новые купюры не рождаются, новые монеты не рождаются. Значит, ДТМ продал а как по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот автомобиль И вдруг встречаете такую картину. Кто-то выкопал яму на дороге и, мало того, еще и насыпал кучу. Ну, собственно, тем, что и выкопал. То есть, у вас теперь два препятствия. Первое, надо как-то объехать яму и надо как-то форсировать кучу. А вот теперь давайте посмотрим, как взаимодействует рынок и деньги. Вот такие две категории. Рисуем рынок. И помещаем в них деньги. Деньги нам нужны именно на рынке для товарообменных операций. Их количество фиксировано более-менее. Закон денежного обращения я уже писал. В соответствии это понятно. КМ равно ВВП. То есть, денег должно быть столько, чтобы хватало на обмен всех товаров. Все бы ничего, но со временем, в полном соответствии с маркосовской формулой, деньги-товар-деньги-штрих. У людей, которые получают прибыль, а D-штрих минус D это и есть прибыль, начинают в кармане скапливаться деньги. Ну я так, условно в кармане. На счетах, в офшорах. Это не важно. Что значит скапливаться деньги? Ну, собственно, они для того и трудятся, если можно так сказать, или там проявляют свою активность, чтобы извлекать прибыль. Что такое прибыль? Прибыль это, да, напишем. Прибыль. Прибыль. Ну я так, условно, коротко. Прибыль это превышение доходов над расходами. То есть, количество денег, которые я получаю, допустим, в результате товарообменных операций, оно больше, чем те деньги, которые я трачу. И поэтому у меня постоянно в кармане скапливаются деньги. Ну, а что это значит с точки зрения рынка и денег? Значит, какое-то количество денег начинает выползать с рынка. Вот как-то так. И мы получаем, даже так усилив. мы получаем такую картину. Мы получаем нехватку денег на рынке, ну я так условно показал, и кучу лишних денег рядом с рынком. Ну, ведь эти люди хотят именно тратить меньше, чем зарабатывать. Так ведь? То есть, часть денег они с рынка выводят. Часть денег не участвует в обменных операциях. Они лежат просто в кармане, на счетах, еще где-то. Вот, собственно, что и происходит. То есть, именно происходит яма и куча. Ну, с ямой как-то понятно вроде бы, поскольку часть денег вышла. А что значит, давит ли на рынок кучу? Или, в смысле, давит ли на эту ситуацию вот эта куча? Ну, в общем, давит. Поскольку все-таки, ну, самая распространенная операция с деньгами, с лишними деньгами, это депозит. Я иду в банк и кладу эти деньги на депозит. И я хочу, чтобы мне по ним выплачивали проценты. То есть, я опять, я мало того, что эти деньги вывел с рынка, я и хочу, чтобы эти деньги еще и перерастали как-то сами собой. Да, вот, банк делал примерно такую операцию. Он вот так вот вытягивал. То есть, он для меня постоянно как-то зарабатывал деньги. А я ничего не буду при этом делать. Вот, сидеть где-то на канарах, да, и просто смотреть там счета. О, у меня денег прибавилось. О, еще прибавилось. А что значит прибавилось? Предположим, что ВВП равен, так сказать, рост ВВП равен нулю. То есть, ВВП постоянно. Значит, и количество денег должно быть постоянно. То есть, Центробанк новых денег не печатает. Но при этом я хочу получать постоянно проценты на свои деньги. То есть, вот этот процесс, когда деньги постоянно выползают с рынка, он идет постоянно в полном соответствии с этой формулой. Никому не приходит это в голову. Ну, в смысле, никому. Кому-то, наверное, приходит, кто-то понимает. Поэтому в какой-то момент, поскольку это так, я думаю, что поэтому, в том числе, придумали гениальный ход. Ну, как всегда, все гениальное, они только гениальные придумывают. Вот сюда, к рынку, напишем так, товарному. К товарному рынку прилепили рынок так называемых ценных бумаг или вторичных ценных бумаг. Рынок вторичных ценных бумаг. В чем было решение? В чем, как бы, ну, основная основная сущность? Ну, насколько я это понимаю? Предприятия выпускают вторичные ценные бумаги, акции, акции, облигации. и получают к себе на расчетный счет, ну, на расчетный, ну, скажем так, на расчетный, значит, за них деньги. То есть, кто-то, вот, те как раз люди, которые любят сидеть на канарах и ничего не делать и получать проценты, значит, их как-то вынули, им объяснили, что это круто, что это хорошо, что это правильно, так сказать, покупать ценные бумаги, ну, а зачем тебе деньги? Бумаги это хорошо и так далее. Они приносят проценты, деньги тоже приносят проценты. Ну, не суть. В общем-то, с точки зрения рынка это было, ну, такое частично, ну, в общем, положительное решение, потому что деньги начали возвращаться, как бы, в обмен на ценные бумаги, там начали возникать ценные, как бы, этим людям настоящие деньги обменяли на другие бумажки, на, ну, в общем, почти настоящие деньги. И деньги, как бы, частично начали сюда вползать, поскольку предприятия получили за свои акции деньги, эти же, эти же деньги, и вроде как их пустили опять в оборот, то есть, деньги вернулись в рынок. Но! Ведь на рынке вторичных ценных бумаг никто не отменил эту идеологию. И как ее можно описать? Ну, чуть-чуть по-другому, но в принципе от этого ничего не меняется. Грубо говоря, здесь функционирует та же формула, вот такая. Деньги акции, деньги штрих. То есть, ну как бы, а чем она принципиально? Да ничем, только тем, что здесь товар, товарный рынок, а там акции. Ну, соответственно, акция. Ну и что? Рынок акций, рынок вторичных ценных бумаг. То есть, деньги начали выползать и оттуда. Грубо говоря. То есть, увеличивая тут яму, да? То есть, они начали сбегать, как бы, и с рынка вторичных ценных бумаг. Ну, потому что опять. Ну, идея же в том, чтобы опять в кармане было больше денег. Вот. Ну, даже если я купил акцию, я в итоге-то хочу, чтобы у меня было больше денег. Ну, а что? Ну, не больше же акций. А зачем? Ну, я же здесь не хочу, чтобы у меня, допустим, дома, да, на вилле, где-нибудь на Канарах, значит, скапливался какой-то товар. А зачем мне это надо? Так и здесь. А зачем я? Зачем мне нужно, чтобы у меня было все завалено акциями? А зачем? Деньги в конечном итоге. Вот. Эта проблема и есть. Вот это вот простая, так сказать, демонстрация того, что, собственно, называют сейчас финансовым или, там, экономическим кризисом. То есть, формально деньги есть. Их в случае, как говорил Жванецкий, в случае необходимости их хватит на всех, когда говорил про штаны. То есть, штаны в стране есть. То есть, деньги вообще есть. Но они лежат на счетах. Они омертвлены. Омертвлены. А почему? Ну, потому что вот идеология. А зачем их тратить? Ведь хочется потратить меньше, чем заработать. Всегда. И не важно, это товарный рынок, рынок акций. Какая разница? Идеология. С одной стороны, деньги где-то лежат. И вообще-то их владельцы хотят получать проценты на них. Ну, как минимум, чтобы они вообще не сдувались эти деньги. А вообще, как максимум проценты. А как вам еще проценты за это платить? А с другой стороны, денег не хватает вот здесь. И просто напечатать, и вот сюда навалить. Ну, и что? И сколько печатать? Так они ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, они стремятся убежать с рынка. Потому что такова идеология. Такова формула. Все и приняты. Ну, если так же, так. Все говорят, да, так. Ну, а что я тогда? Что я нарушаю, если я трачу меньше, чем зарабатываю? Я же ничего не нарушаю. Ну, да, у меня скапливаются деньги за пределами, так сказать, товарного рынка или даже рынка ценного. Да, скапливаются. И что? Я что, преступник? И вот сейчас вот такая проблема. То есть, государства, руководители, ну, те, которые все-таки, как бы, избранные народами, ну, более-менее избранные, более-менее народами, они столкнулись вот с этой проблемой. Физически они смотрят на нее, и говорят банкирам, и что нам делать? А те говорят, а мы не знаем. Ну, вот, ну, не знаю, ну, как-то, ну, сокращайте затраты, что ли, я не знаю. Опять сокращать затраты? Ну, так, и что это даст? Это опять, значит, доходы возрастут? Так опять, какое-то количество денег опять вылезет туда. И все вот так встали в раскоряку и не поймут, что делать. Вот же где проблема. Вот где все начинается. Ну, это, так сказать, в общем, так, ну, что ли так, по-крупному, да? Совсем, как бы, такое, ну, крупными мазками. Это такое, касание темы. Давайте посмотрим эту проблему по шагам. Вот, можно посмотреть, прямо вот, математически, прямо вот, каждый шажочек, так сказать, что к чему, так сказать, привязано вот эту вот цепочку, все, так сказать, видно. КОНЕЦ Давайте попробуем разобраться. с механикой капитализма. Но в качестве науки для исследования данного вопроса привлечем все-таки не теоретическую механику, хоть я и инженер-механика, но математику. Лучше даже сказать, арифметику. Представим мировую экономику, состоящую из двух частей. Ну, две части нам будет вполне достаточно для анализа. Значит, как-то так. Вот. Так. И так. Две части мировой экономики. Условно, две части. Значит, договоримся таким образом, что мы поделили мировую экономику на равные части по валовому продукту. То есть, то, что производит и продает часть под названием А, равно тому, что производит и продает часть под названием Б. То есть, ну, к примеру, ну, там, месяц, к примеру, месяц сторона А производит некий продукт, после этого она продает этот продукт стороне Б. Сторона Б делает, кстати, то же самое. То есть, ну, какие-то такие две стрелочки. Вот так и вот так. Предположим, что начальный момент, ну, вернее, вот, результат работы первого месяца стороны А оценивается, например, в 100 единиц. То есть, сторона А наработала на 100 единиц. 100 продукт, который произвела сторона А и сейчас продаст, хочет продать, продать это стороне Б. Сторона Б то же самое. И с этой стороны 100. Как бы, ну, условия задачи, да, мы поделили мировой ВВП пополам. Итак. Значит, по прошествии, ну, допустим, месяца, сторона А продаст это сюда, сторона Б продаст это сюда. Можно ли посчитать прибыль стороны А в результате этих операций? Можно. Соответственно, прибыль А равна 100 минус 100. Ну, равна нулю. Ну, потому что ВВП одинаковые, и у А, и у В. Прибыль Б то же самое. Ну, можно написать даже так. Прибыль Б точно такая же. Ну, вроде бы, вроде бы, равновесие, вроде бы никто никого, так сказать, пока не обижает, ничего такого не происходит, но неприятная вещь. Прибыли нет. Ни у той, ни у другой стороны. Капитализм это ведь, прежде всего, извлечение прибыли, а тут ее нет. Как быть? Давайте рассмотрим варианты. Вариант первый. По прошествии этого, ну, допустим, первый месяц сторона А обменялась со стороной Б продуктом по 100 единиц. Прибыль не получили. Все, так сказать, в расстройствах. Проходит второй месяц. Сторона А думает, ну, не буду дурой, предложу тот же товар. Ну, к примеру, сейчас. Предложу тот же товар за 110. Сторона А говорит, теперь мой товар стоит 110 единиц. Какой возможен вариант со стороны Б? Предположим, Б сторона цельная, и она это понимает, да, вот эту вещь. Соображает. Соответственно, что она может сделать? Она скажет, ну, тогда и мой товар стоит 110 единиц. Опять 110 и 110. Опять прибыль. Б равна прибыли А. Равна нулю. Ну, равновесие. Что делать? Прибыль опять не получил никто. Как быть? Вот теперь давайте предположим. Ну, это же не капитализм, да? Какой это капитализм? Так ерунда какая-то, я не знаю. Ужас. Ужас. Так не пойдет. Так не работает, так сказать. Это неинтересно. Что-то нужно сделать с этим. Что нужно сделать? Буду писать. Ну, нужно извлечь как-то прибыль. Предположим, что сторона А может все-таки в результате какой-то операции получила возможность назначить цену за свой товар, ну, к примеру, 105 единиц. Продает товар в стороне B. То есть, грубо говоря, приход денег, сейчас будем говорить о деньгах, тогда приход денег со стороны B 105 единиц. Вот так нарисуем это. А сторона B почему-то лишена этой возможности. Ну, вот как-то так. Сейчас предположим. Сейчас не будем вдаваться, так сказать, в детали, посмотрим все-таки механику. То есть, непосредственно. Предположим, что это стало почему-то возможным. Ну, и допустим, там, 95 единиц. Значит, а эта сторона А, допишем здесь А, В, да. Сторона B получила за свой товар в результате работы за месяц 95 единиц. Что мы видим теперь? Мы видим, что сторона А таки получила прибыль 10 единиц. 105 минус 95 это 10. То есть, прибыль А составила... Ну, не будем писать. Не будем уже писать, загромождать. Сейчас, потому что нам доска понадобится. А, очевидно, А получила прибыль 10 единиц. Ну, а Б получила убыток 10 единиц. Как по-другому? Никак. Мы же всю мировую экономику поделили на две части. Других субъектов у нас, сторонних, не существует. Значит, мы вот в результате получили вот такую ситуацию. Что дальше? Вот тут немножко притормозимся и начнем фиксировать наши опорные понятия, что ли. Первое, что произошло? По какой-то причине произошла возможность одной части получать прибыль, но, правда, другой части впасть в убыток. И сторона Б почему-то этому не воспротивилась. Понятно, что в данных рассуждениях видно, ну, как бы мы смотрим со стороны, мы понимаем это, да? И вроде бы можно предположить, если бы у стороны Б был явно выраженный лидер, который, так сказать, объединял вот, так сказать, два государства, всего лишь в мире существовало, то, конечно, такая ситуация не могла бы возникнуть. То есть, если бы была хоть какая-то относительная ценность, то есть, у стороны А был один главнокомандующий, ну, один вождь, и у стороны Б другой вождь, то они бы это сразу увидели. Но по причине того, что мир все-таки устроен из-за большого количества частей, и почему-то, почему-то, да, вот сейчас хочется сказать, а что мешает, собственно, осознавать этот процесс? Вот тут вот большой вопрос. Ну, смотрите, вот я сейчас осознаю этот процесс, рассказываю вам, и вы, наверное, тоже понимаете. Правда, может быть, многие не задумывались. Вот видите, не задумывались. Не задумывались надпоследствием. Как, я, я сформулирую это одним словом, или некомпетентность, или напишу неинформированность, вот. То есть, такая ситуация, получение хоть кем-то прибыли, рассматриваем в нашем примере, возможно, только в результате того, что мы имеем неинформированность как минимум одной части, а может быть, обе части неинформированы, да? Кто-то сказал, что, возможно, вообще получать прибыль, что ничего страшного не будет происходить, а остальные восприняли это и не критично. Вот, да. Не критично. Не задумывались и не продумывали последствия. То есть, неинформированность, так и напишем. Неинформированность, первое. Итак, первое, с чего начинается наш мысленный эксперимент с неинформированности участников. Либо всех, либо их части. Второе, что, так сказать, нами было получено? Прибыль. Ну, так и зафиксируют. Прибыль. И, наверное, лучше напишем так. Прибыль, дробь, убыток. Или нет? Нет, ну мы же неинформированы, поэтому мы пока про убыток как бы неинформированы. То есть, те люди, которые трудятся, они думают только о прибыли. Правильно? Им же про убыток никто не рассказал. Пишем прибыль. Пусть так. Значит, второе правило капитализма, грубо говоря. То есть, первая отличительная часть это игры под названием капитализм. Ну, надо признать неинформированность. Ну, вообще-то, это не только, конечно, игры под названием капитализм. Скорее всего, это правило любой игры. Поэтому, поэтому давайте все-таки напишем так. Я чуть-чуть изменю. Я все-таки думаю, что чисто философски вот это, так сказать, не уровень этой игры. Мы же рассматриваем капитализм, поэтому, вот, скорее всего, это более общее понятие. Поэтому, поэтому напишу так. Нулевой уровень. А вот это действительно уже первое, так сказать, первое правило капитализма, да, извлечения прибыли. Это первое. Все-таки вот первое здесь. Теперь давайте смотрим, а к чему это нам, к чему это нас вообще приведет эта ситуация? Ну, месяц прошел, да, они обменялись, ну вот, допустим, вот такая вот ситуация возникла. Ладно, хорошо. Что дальше? Что дальше будет делать сторона А? Рассмотрим классический вариант, не будем каких-то там экзотикой заниматься. Значит, классический вариант поведения стороны А это этот излишек, получение этого излишка, значит, положить в банк на депозит. Значит, тут как-то это отразим, да, напишем это так. Вот так вот, 10, 10. Отдельно, синимко, а, ну да, напишем депозит. 10 единиц кладется в банк на депозит. Ну, их надо как-то сохранить, и еще и хочется приумножить, да, под проценты положить. Проценты мы так сильно рассматривать не будем, но все-таки. Значит, то есть, возникает другая опорная точка, неизбежная, то есть, 9, потому, вот тут очень важно понимать, что прибыль это те деньги, которые не были потрачены, потому, что прибыль это доходы минус расходы, то есть, разница между доходами и расходами. Всегда, если есть прибыль, значит, доходы превышают расходы. Ну, как бы, слава богу, с точки зрения капитализма, замечательно, ну, вот ты, ты молодец, ты движешься в правильном направлении, ты эффективный менеджер, у тебя возникли лишние деньги, лишние, реально лишние, то есть, они не нужны, потому, что затраты меньше, чем доходы. Это сильно греет душу, сначала, ну, может быть, там, матрас набивается, наверное, а потом, все-таки, несут в банк. Ну, таковы правила, Юрий. Так и напишем, депозит, вот здесь, правило, опорная точка. Итак, возникает такое правило, как депозит, неубежно, но неубежно, но неубежно, но неубежно, но неубежно. Субтитры создавал DimaTorzok и так, возникает такое правило, как депозит. Неизбежно, деньги куда-то надо девать и где-то надо хранить. Хорошо, что дальше? Значит, работают в следующий месяц, предположим, мы следим за деньгами, нам сейчас, так сказать, неважно, какие производственные отношения и так далее, что тут будет, ну, тут как бы, ну, что будет, то и будет, смотрим ситуацию в целом с точки зрения деньг, значит. Ну и что? Если по результатам следующего месяца ничего не предпринимать больше, да, никаких правил новых вот здесь не вводить, то сторона B не может, не сможет через месяц перевести сюда 105 единиц, ну, просто потому, что у нее их всего 95. Что делать? Вот, сейчас рассмотрим все-таки в своей полноте следующее правило капитализма, которое называется кредит. Что делает, собственно, вот здесь вот ситуация взаимосвязана, на самом деле, вот на этом уровне. Дело в том, что как только вот это 10 депозит, это значит в каком-то конкретном банке появились конкретные лишние деньги, 10. Мало того, банк взял их не то, чтобы на сохранение, а банк взял их сохранить и приумножить, у банка появилась такая вообще-то проблема. Вот, как в прошлый раз я говорил, куча, та куча на дороге, да? Тут-то яма будет, а здесь как раз будет куча. Банк должен выдать кредит, вот, появилось слово кредит, для того, чтобы, опять, под больший процент, чтобы и деньги, как говорят, работали. Значит, деньги будут работать, это значит приносить, то, что там убытки, это ладно, как бы, это не оговаривается, приносить как бы прибыль, да? Всегда говорится о прибыли везде. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Будет ли это приносить прибыль? Итак, тот же самый банк, который взял депозит у стороны А, 10 единиц, вот же, он эту дырку и будет погашать, другого-то нет, кто еще у него возьмет кредит. Смотрите, сторона А у него кредит никогда не возьмет. Зачем? Она депозит несет, у нее лишние деньги, зачем она будет брать кредит? На что? Какой смысл? Деньги Б, по скудолумию, будет брать сторона Б. Вот кто будет брать эти деньги. Так и пишем. Букву К поставлю, а здесь напишу кредит. Появляется еще одно правило капитализма. Кредит. Ну, категория, да? И, так сказать, опорное базовое понятие и, ну что ли, правила игры. То есть, правила игры под названием прибыль, потом правила игры под названием депозит и правила игры под названием кредит. Тут мы видим, во-первых, этот отдал, да, 10. Ну, там как бы, не будем сейчас рассматривать. Значит, поскольку сюда было передано 10 рублей, ну, 10 единиц, значит, здесь явно возникла достача, ну, скажем так, яма выровнялась, да, за счет вот этой кучи. Теперь, через месяц работы очередной, сторона Б имеет возможность заплатить в стороне А ее 105 рублей. Значит, опять, опять появляется возможность 105. А что делает со стороны А со стороной Б? То же самое, что и делала. Перечисляет опять в ту сторону 95 рублей. Вот итог работы, ну, условно, второго месяца. что мы опять имеем? То есть, ну, во-первых, мы имеем уже играющими все правила. Все правила начинают, так сказать, работать. Я здесь не показываю ну, да, какие-то там дополнительные вещи. Будем смотреть только за самыми основными. Смотрите, то есть, кто-то таки получает прибыль, но понятно, что по причине того, что один получает прибыль, второй не может получать прибыль, значит, возникает ситуация дальше депозитов и неизбежная ситуация кредитов. Если мы хотим, чтобы ситуация хотя бы продолжалась в таком же ключе. То есть, чтобы ситуация, чтобы страна продолжала получать прибыль, нужно, чтобы это, чтобы вот эти деньги, это куча через банки, так сказать, через правила, входя, так сказать, в банк по правилу депозита, выходила из банка по правилу кредита. Обязательно. В стороне Б обязательно нужно выдавать эти кредиты. Ну, а иначе она просто перестанет покупать. Понятно? То есть, смотрите, как бы, результат работы за один, там, двухмесячный, да, вот, первый месяц был и второй месяц был. Что у нас получила сторона А? У нее по-прежнему опять, так сказать, 105 единиц, и у нее депозит в банке 10. Смотрите, ну, то есть, классический, вот как бы, я работаю с прибылью, у меня копятся депозиты, условно говоря, да? То есть, вот, я молодец, я эффективный менеджер. Ну, отлично. А что здесь? Здесь убыток и здесь копится кредит, потому что следующий день даст нам что? Следующий день даст нам то же самое. Смотрите, значит, тут опять, тут будет 20. Следующий день принесет 105. Да? 95. Ну и понятное дело, 20. И это в ситуации, когда мы, ну, скажем, в относительном, в относительной ситуации относительной стабильности, что ли, если так можно вообще выразиться. То есть, здесь ВВП, как видите, ВВП не растет. То есть, мы пока не рассматриваем, там, население не растет. Ну, чистота эксперимента, Мы просто чисто математически смотрим, а вообще правила игры как работают? Вот как они работают, правила игры. Вот этот эффективный менеджер, все в порядке. Тут вот что-то такое происходит, да? Копятся деньги, контора работает, условно говоря, там, часть экономики работает, хорошо. А здесь? Здесь копятся кредиты, ну и, как говорится, а больше ничего не копится, да? Ну, люди как-то живут, в принципе, в относительно стационарном режиме, по отношению к их потребностям, да? То есть, они покупают, они что-то покупают, они что-то продают, но у них при этом копится кредит, у них копится задолженность. Посмотрите внимательно. Математически, тут нету никакой ошибки. Вот оно, все перед вами. Перед вами прибыль, депозит, кредит и кредит. Ну, понятно, все-таки здесь, так сказать, нужно написать, написать правило, правило процента, все-таки. 4 процента. Так, что мы будем иметь по прошествии некоторого времени? Ну, вот, тут понятно, да? Я объяснил. Тут 20 потому, что на самом деле 10 уже было, и 10 опять было взято, для того, чтобы вот в этот, после, так сказать, работы очередного месяца, заплатить сюда 105, потому что вот здесь, вот здесь 95 и 10 долгов. Вот в этой ситуации заплатить 105 невозможно. Нужно еще взять 10 долгов, да? Заплатить сюда 105, и опять возникнет 95, но уже 20 в качестве долга. Понятно, да? То есть, чисто математически понятно. Вот смотрите. Да, я же здесь действительно еще не вводил понятие процента. Я его специально, не очень сильно хочу утяжелять. Ну, давайте представим, что мы введем здесь понятие процента. То есть, вот в этот момент, допустим, вот так отчеркиваем, да, как-то вот, немножко отчеркиваем. Вот тут, имея 95, сторона Б будет вынуждена, к примеру, заплатить, ну там, 2 единицы по, процент по кредиту. То есть, вот в этот момент у стороны будет, например, 93. 2 заплачено процентов по кредиту. А нужно заплатить 105. По-прежнему 105. То есть, тут нужно уже будет брать тогда, нет, ну и тут, на самом деле, уже будет не 20, да? Потому что сюда поступят проценты по кредиту. Ну, допустим, 1, ну, к примеру, плюс там 1 процент по кредиту. То есть, на самом деле, вот здесь это будет там 21. Это уже начали поступать проценты по депозиту, вернее, да, по депозиту. Но здесь нужно будет, ну, сейчас не будем как бы совсем так строго, да, смотреть математически, в смысле, с процентами, а то мы тут нагородим. Но вы чувствуете, что здесь сумма начинает не просто провисать из-за того, что вот из-за прибыли, а уже из-за процентов. Проценты по кредиту с этой стороны начинают, так сказать, усыхать, начинают, так сказать, сжулькивать и эту цифру именно вот фактом своих процентов. Этот кредит начинает сжирать еще как кредит. Уже деньги уменьшаются не только как прибыль, да, а как кредит. 93. То есть тут уже надо взять не 10, а уже, соответственно, 12 кредита где-то, чтобы просто банально заплатить 105. Вот как. Не будем рассматривать, это сильно утяжелить. Просто, ну, как бы, зафиксируем, что проценты тоже естественно вот здесь вот иссушают сторону B. Значит, и что? И что тогда? Так, вот это вот просто сотрем. И что тогда? Ну, тогда в какой-то момент, понятно, что если вот здесь вот задолженность будет нарастать, проценты по кредиту будут нарастать, в какой-то момент просто выплачивать проценты будет невозможно. ну, потому что, и, обратите внимание, я не веду речь о возврате кредита. А как ее здесь вести? Тут только, так сказать, в путь, тут только сторона B может только наращивать кредитную нагрузку. И то, это в ситуации, когда ВВП не меняется, грубо говоря, не возрастает объем потребления, да, и стороной А, и стороной B. То есть, потребление остается на том же уровне, вот это условие еще, да, и всего-навсего сторона А получает прибыль. И потом, все, что с этим связано. Только эта ситуация, просто правила игры, ничего другого, приводит к тому, что долговая нагрузка будет нарастать. Арифметически. Без какой-либо мистики, что называется. Никого. Ничего нечего. Ничего нечего. Это мистики. Ничего нечего. Ничего нечего. Субтитры создавал DimaTorzok Долговая нагрузка будет возрастать и приведет к невозможности не то что возврата кредита, повторюсь, а просто обслуживание кредита, так это называется, то есть уплаты процентов по кредиту, значит неизбежно на каком-то этапе, в зависимости от того, насколько, как много сторона А получает прибыли по отношению к общему валовому продукту, то есть, грубо говоря, в зависимости от нормы прибыли и в зависимости от, ну допустим, процентов по кредиту, ну да, в принципе, вот все перед вами. Уже опять же, опять же повторюсь, речь не идет о возврате кредита, только, так сказать, его обслуживание и прибыли как механизм, да, вот как первое правило капитализма. Ситуация должна привести, так сказать, ситуация должна прийти к тому, что возвращать кредит и даже уплачивать по нему проценты будет просто невозможно. Ну никак, по-другому все, по-другому быть не может. Значит, можно ли в жизни найти подтверждение вот данному, ну чисто, так сказать, математическому выводу? Можно ли? Можно. Значит, кто в мире эмитент номер один? Ну, кто, грубо говоря, командует парадом капитализма? Прежде всего, ну, понятно вот. Вот теперь, смотрите, вот теперь начнем снизу. То есть, вот, это как бы был вход в игру, да, реализация правил, а теперь смотрим. Вот прям с самого низа и начинаем. Кто командир вот этой вот штуки, четвертого правила игры? Банки наверняка, вы подумаете, правильно. Ну и главный банк на планете, это Федеральная резервная система. Вот смотрите, что происходило вот с этим показателем, то есть, это называется ставка рефинансирования Центробанка, ну, или ставка рефинансирования Федеральной резервной системы. Это процент, ну, как бы внутренний процент, по которому Федеральная резервная система выдавала деньги коммерческим банкам. Прежде всего, все начинается с этого. Вот посмотрите, график. Приблизительно такой был за все это время. А, буду я с аварченым. Значит, если это примерно 1980-й возьмем. 1980-й это 2010-й. Тут вот зеленый все-таки нарисую. Было так. Ну, примерно, значит, так. Вот, грубо говоря, 30 лет назад ставка рефинансирования Федеральной резервной системы была примерно 19%. Все это время она неуклонно снижалась. И вот в кризис 2008-го, в конце, она стала практически равна нулю. Ну, практически. Там совсем, так сказать, разговаривать не очень. Почему? Ну, мы это уже обсудили. Стало невозможно обслуживать кредиты. То есть, это, так сказать, этот график, он де-факто подтверждает наше рассуждение. Ну, как относиться еще к этому? Как к доброй воле, что ли? Они вдруг решили перестать брать проценты, так сказать, за свои деньги. Почему? Ну, можно спросить у них. Ну, а чего? Ну, мы брали бы по 19. Кстати, что в России? Если кто-то думает, что, ну, как бы, а почему бы не в России, да, рассказать? Если кто-то думает, что вот сейчас, сейчас эта ставка на уровне, там, по-моему, 7%, да? 7% это где-то, ну, вот здесь, допустим, да, нарисуют. Сейчас порядка 7%. А что было? Вы скажете, о, много, видишь, там, что-то. А в начале 90-х, там, в 95-м, скажем, знаете, сколько было? Было там 200 и больше. То есть, это было вот... Даже, вернее, это было вот здесь, да? Ну, в общем, даже не буду рисовать, это неинтересно. То есть, это были космические какие-то суммы были, соответственно. Понятно, но эти центробанки, они вторичны по отношению к самому главному центробанку. Поэтому Федеральная резервная система. Вот так, напишу, Ф, Р, С. Это проценты. То есть, судя по всему, действительно, сторона Б уже не может обслуживать свои кредиты. И, собственно, эта ситуация развивалась. По мере, так сказать, нарастания долга, да? Обслуживать ее было все сложнее и сложнее. Ну, соответственно, и процент пока. Так сказать, пока процент устремился к нулю и, собственно, нулевую точку занял. Итак. Ну, что... Кстати, а какое событие вот этой нулевой точки? Ну, понятно, 2008 год. Нерадостное событие, правда? То есть, кризис вроде как. Все, правда, говорят, что зеленые ростки, что все скоро пройдет. Ну, а как пройдет? Вот посмотрите на эту математическую модель. Ну, такую арифметическую модель. Чего пройдет? Вот скажите, что изменится из этого? Ну, хорошо, процент обнулили. Так, ну, во-первых, и что? Кто-то сказал, что процентов больше не будет? Нет? Ну, обнулили, да. Ну, хорошо. А дальше-то что? Потому что, ежедневно, ежемесячно, ежегодно, сторона А, ну, или какая-то часть экономики, лучше так сказать, наверное, да, вировой экономики, методично получает прибыль. Получает прибыль, кладет депозит, и банк, тот же самый банк, который, с одной стороны, берет это в качестве депозита, носится и ищет ту жертву, да, которой он должен выдать это в качестве кредита. Но ведь так. Вот, что происходило в последнее время, и в 2008 году в частности, что происходило с банками. Конкретно банки вот именно вот это вот неудобство и испытывали. Во-первых, не возврат кредитов, а во-вторых, с другой стороны, все равно поступающие деньги, которые давили тем, что надо, по идее, продолжать раздавать кредиты. А как раздавать кредиты в этой ситуации? То есть, вот здесь, сейчас особенно, да, вот если вот эта вот часть, грубо говоря, правила уже как-то вот частично отменена, что ли, ну, или вот тут уже как бы поставлен большой крест на этой части, то вот эта часть, под названием выдача кредита, вот сейчас разыгрывается эта уже драма. То есть, начинает, то есть, как бы назад пошло, да, начинается такой откат по правилам. То есть, это правило уже почти вот как-то там, уже почти оно вот, уже люди там кричат на него, уже все говорят, ну, даже в Библии написано, что нельзя давать в долг, там, в рост, значит, один человек не должен давать другому человеку в рост. То есть, это специально, как бы, ну, в принципе, да, это к месту вроде как, то есть, вот про это в Библии ничего не написано, да, поэтому, как бы, ну, вот Библию не приведем. А вот про процент написано, ну, слава Богу, вот, что называется, про это написано, да, хорошо. Ну, как мы видим, это четвертое правило, это не самое жесткое, и это точно не причина. Это, как бы, закономерное следствие, что ли, это разворачивание вот этого первого правила, такое качественное разворачивание, то есть, как бы, в объеме, да. Ну, и да, вот этим пожертвовать первым. Причем, смотрите, как дались эти жертвы. Ну, то есть, это жертва, и, в общем, она не просто так, она, вот, не, они не сами захотели, им, вот, пришлось, вот, уже, как бы, деваться некуда. И, как, как сопровождалась эта жертва? 2008 год, то есть, кризис, там, человеческие смерти, да, обострение, там, военное обострение. То есть, это не просто так, взяли, допустим, ну, действительно, мы больше не будем брать проценты. Ах, как хорошо, даже в Библии написано. Типа, все прочитали Библию, наконец-то, и все решили отказаться от процентов. О, хорошо, замечательно, но про кредит в Библии ничего не написано. Теперь, что читать будем? Какие книжки? Какое Святое Писание говорит о том, что кредиты брать нельзя? Есть такое Святое Писание? Давайте теперь об этом говорить, да? Как бы, подсунем миру вот это, сказать, ну, вот же, смотрите, смотрите, о, кредитов теперь брать нельзя, вот, видите, вот, как хорошо. В Коране, наверное, написано, ну, хорошо, будем Коран теперь читать все. Ну, нет, я не говорю, что плохо, что Библия, что Коран, я не в этом смысле, я просто, ну, а вот что, вот так математически нельзя, вот, вот, просто подойти к вопросу, что обязательно вот через кровь, смерть, войну, да, вот через, вот, там, через кризисы, а потом, ох, в Библии было написано. Вот, вот, вот это зачем? Ну, вот, то, что я сейчас рассмотрел, это же понятно. Зачем для этого читать Библию? Нет, Библию, пожалуйста, можно читать, нужно. Но не обязательно для этого читать Библию, чтобы понять их, правила игры на название капитализма. Библию, пожалуйста, можно читать, нужно. Вот, 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 вот. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте еще немного проиллюстрируем сказанное. Вот на этой иллюстрации показан внешний долг по странам. Внешний долг это государственный долг плюс долг частных лиц по отношению к банкам-нерезидентам. То есть, грубо говоря, долг населения страны по отношению к внешним странам, ну или к внешним банкам, к внешним предприятиям. Значит, смотрите. Все, что сильно красно, это как бы самый большой долг. Оранжевый, так сказать, поменьше. Желтый, ну еще меньше. Ну и зеленый это как бы совсем недолго. Значит, как мы видим, кто у нас из стран находится в самом, так сказать, неоплатном долгу. Северная Америка, США и Канада, Европа, Япония и Австралия. Как так? Ну, казалось бы, вот если вот не смотреть вот на эти мои, так сказать, полные рассуждения по поводу вот такой категории под названием прибыль. Если это наиболее успешные страны, то они наоборот должны хорошо жить и являться образцом для других. А они в долговой яме. Ну, народ, скажем, правильно, конечно, говорить, народ этих стран, то есть жители этих стран, те народы, которые населяют эти страны, они почему-то в долговой яме. Почему? Ну как? Вот же, понятно же. Ведь разрушенные стены, так сказать, мир глобальным был не всегда, да и сейчас он не глобальный. Вот это ясно и демонстрирует. Чего, собственно, они бесятся? Потому что мир пока еще не глобален. Потому что главные капиталисты сидят, те люди, которые извлекают прибыль, сидят как раз в так называемых развитых странах. И, собственно, сосут кровь своего народа. Правильно. Ну вот. Их как раз народ, собственно, является наиболее нищим. Чего тут удивляться-то? Все же понятно. Поэтому они так бесятся и поэтому они так хотят глобального мира. Чтобы вот это вот, так сказать, относительно, так сказать, непоглощенное, так сказать, еще не сожранное имя, да, вот, так сказать, сожрать окончательно. Вот давайте еще одну иллюстрацию приведу. Ну так может не очень видно, но как же все равно. Идея ясна. Вот это другая. Вот эта картинка здесь показана, ну, естественно, по их версии, да, вот этих развитых. Вот развитые так говорят, что вот права народов вот этих стран, которые шибко красные и черные, да, они сильно нарушаются. Ну, как вы видите, да, строго противоположная картина. То есть там, где народ, собственно, уже закабален, сидит в долговой яме прочно и уже никогда оттуда не вылезет. Это вот Северная, так сказать, Америка, Австралия, вот Япония и, как видите, ну, ЮАР, кстати, тут что-то такое. Ну, ладно, не суть. Значит, видите, в этих странах со свободой слова все хорошо. А вот в этих странах свободы, вернее, что там, гражданина или свободы человека, права человека, вот здесь ущемляются. Вот в этих странах, видите? Ну, а вот тут вот у них как раз почему-то долгов нет. Ну, вот поэтому и ущемляются права того человека. То есть права какого человека ущемляются на территории, ну, в частности, России, видите? Ну, тут жури с правами человека. А права того человека, который хочет жить с прибылью, ну, правда, единственной вот такой неприятной вещью, вот такой жизнью с прибылью является то, что остальная часть экономического пространства в убытках и в долгах. Ну, а он же все равно так хочет жить. Вот здесь ему, судя по всему, это не очень удается. И раз не удается, значит, он кричит, он, видите, тут удается, все нормально. Вот он и кричит, что, ай, мои права там нарушаются, я хочу получать прибыль, а вы мне не даете это сделать. Вы не даете мне вас пожрать вообще, погнать вас в долги, сделать вас нищими. Мои права там нарушаются, говорят они. Ну, говорит он, тот человек о своих правах. Ну, как бы, да, действительно, да, согласен. Вот соглашусь с этим, действительно. Да, его права получать безнаказанно и без всяких ограничений прибыль на территории, в частности, России, его права здесь нарушаются. Ну, это, да, вот, нарушается. Ну, что делать? Значит, ну, хотя нет, оставим, пусть висят. Пусть висят. Давайте, давайте еще одну вещь проиллюстрируем. Сейчас посмотрим еще одну вещь. Итак, был период, когда, вот, четвертое правило подверглось уже, так сказать, своему осмыслению. То есть, продолжать вот так уже стало почти нельзя. Этот этап, так сказать, в игре, да, в общей игре под названием капитализм, ознаменовался вот кризисом 2008 года. Я так понимаю, что сейчас начинается вот этот этап. Этап этот, причем это, конечно, можно сказать, что эти две игры под названием депозит-кризис сильно связаны. Так сказать, название вот правил. Эти два правила очень близко примыкают друг к другу, потому что находятся на одной территории. Они исполняются фактически одним субъектом под названием банк. Он одной рукой берет депозит, другой рукой обязан выдавать кредит. По-другому он не может, иначе это все, так сказать, перестанет существовать. Поэтому действительно, банки периодически попадают вот в эту вот непонятную, неприятную ситуацию. Потому что вот этот вот баланс нарушается, когда депозит-кредит, по любому поводу. Либо начинают забирать депозиты, а как можно выдать все депозиты, если все эти деньги выданы в кредиты? А кредиты невозможно вернуть. Вот и все. Банк постоянно попадает в эту ситуацию. Согласен? Нет, ну да, в некотором смысле. Есть слова правды, когда банки жалуются, да, ну есть чему жаловаться, согласен. Таковы правила игры, в которых они, в общем, ну так, ну в общем, да, с этим они ничего не могут сделать. Правила игры. Чего? Собственно. Ну вот, давайте посмотрим, с чего начался вот этот вот этап? С какого факта? Ну, один из видимых фактов, допустим, это наезд на Грецию. То есть, все почему-то сказали, что Греция слабое звено. Греция набрала кучу кредитов. Греция, 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 Греция. Давайте посмотрим, собственно, вот опять же. Проделайте свою процедуру, вы можете сделать это сами. Возьмите запрос, войдите в интернет, сделайте запрос. Внешний долг по странам. Или там, список стран по внешнему долгу. Вот так. Зайдите, так сказать, в форпост капиталистического, вот, капиталистического мира под названием Википедия. И вы увидите таблицу, простую таблицу. Я вам сейчас ее нарисую. Ну, не всю, конечно, но часть. Итак, все началось с Греции. Греция слабое звено. Рисую. Что, собственно, имеет Греция? Внешний долг Греции. Ну, вот, на текущий момент, значит, где-то напишем Грецию вот таким вот образом. Греция. Значит, таблицу я напишу таким образом. Значит, это страна, а это процент... Процент долга к ВВП. Значит, Греция, пишу. 167%. Много. Значит, по телевизору или в каких-то других средствах, значит, массовой информации вы можете встретить некоторые другие цифры. Дело в том, что здесь речь, еще раз повторю, идет не о государственном долге, а о внешнем долге. Это разные понятия, поэтому, ну, так сказать, обратите на это внимание. Ну, я буду оперировать вот этим понятием. Просто он более доступен, его собирать нигде не надо. Таблица есть в интернете. Прям вот одна, сразу. Значит, 167%. Много-плохо. Греция жуть. Вот, что-то надо с ней делать. Сокращать затраты. Вот интересно. Что значит сокращать затраты? Что значит, допустим, для Греции это что? Не брать кредитов больше, да? Не влазить в долги. Ну, хорошо. Давайте смотрим. Что здесь будет происходить? Уберем, да? Что будет происходить, если не брать кредиты? Ну, очень просто. Давайте не брать кредиты. Значит, Греция перестает брать кредиты. Значит, следующий момент. Греция, ну, я так условно. Сторона Б, да? Сторона Б, это же слабое звено. То есть, сторона А, это эффективные менеджеры, это там продвинутые люди, это американская мечта. Все хорошо. А сторона Б, это отстой какой-то. Ну, такие развивающиеся страны или недоразвитые страны. В общем, ничего они не умеют. У них, видите, все не клеится. Значит, им посоветовали не брать больше кредитов. Хорошо. Они не берут кредитов. Хорошо. Ну, что происходит вот здесь? Здесь у стороны Б 95 единиц. Сторона Б берет и платит 95 единиц. То есть, сторона А вместо 105 единиц, которые она хотела бы выручить, получает 95. И страшно разозлина. То есть, если греки, допустим, говорят, ну, хорошо, мы перестаем брать кредиты, мы начинаем возвращать долги. Супер, хорошо. И они говорят, ну, хорошо, тогда мы перестаем покупать Мерседесы. Что будет делать Германия? Вот, что она будет делать? Она перестанет продавать столько Мерседесов. Она их начнет продавать меньше. Ну, и что Германия? Чего она добила Германии? И вот, руководители стран, на самом деле, понимают вот эту ловушку. Они, в общем, ну, как бы, они уже частично вот здесь. Они уже вот здесь вот что-то такое, начинают осознавать. Они, конечно, еще не поднялись вот до этого понимания. Ну, что делать? Как бы, ну, вот здесь они уже начинают, так сказать, вот эти киски они начинают осознавать. Потому что, смотрите, еще раз, значит, сюда приходит 95 рублей. Хорошо. Да, 95 единиц. Значит, что, страна, а, все еще хочет получать прибыль. Ведь до прибыли еще дело не дошло, да? Еще как бы только, только вот здесь что-то такое критикуется, да? Только там экономия, жить по средствам. Прибыль еще, священную корову еще, так сказать, не коснулось. Поэтому, что делает страна? Ну, допустим, да? Она перечисляет в стране B, что там, 85 рублей? Э, единиц. 85. И получается, что она получила таки прибыль, положила ее вот сюда, у нее получился тут депозит, значит, 30, ну, будет 1. Ну, для нее внешне, ну, как бы, с точки зрения прибыли, пока все вроде бы благополучно. Прибыли. Но, обратите внимание на цифры. 105 и 95 вместе, это было 200, да? Это был ВВП. Некий, ну, скажем так, валовый продукт мировой экономики. А теперь что мы имеем? 85 и 95. Это уже не 200, а 180. То есть, мировой валовый ВВП будет сокращаться. А почему? А потому, что стороне B не разрешено больше наращивать кредит. Кредитную нагрузку, задолженность, да? А что ей делать? Ну, ничего, она не берет, хорошо. Ну, а, да. И при этом, кстати, пока, допустим, даже. То есть, 20 единиц того, чего было, пока еще сохраняется. Мы еще даже не возвращаем, а просто, как бы, вот. Просто не берем лишних, не берем дополнительные кредиты. Ну, и дальше, сами понимаете, да? 85. Дальше будет что? 85. 75. Ну, и так далее. Понятно. То есть, опять, сокращение ВВП. Сокращение мирового валового продукта. Вот к чему приведет. Вот просто, так сказать, требование. Давайте больше не брать кредитов. Не наращивать нашу задолженность. Давайте. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 этим цифрам, наверное. Я не знаю. Я сначала не поверил. 1060. Эти ребята набрали на 10 лет вперед. 10 лет ВВП. Грубо говоря, 10 лет заработной платы. Не написал, да? В Илландии. Ну и на первом месте тут вообще как бы отдельный разговор, наверное, требуется. Люксембург. Внимание! Пишу. 34 года работы этой страны дадут такое количество, ну, выручки, что ли, да? ВВП за 34 года. Греция, да? Ну, то есть, слабое звено Греции. Ну, кстати, кто на Грецию кричит? Кричит. Германия. Ну, напишем не только Германию. Значит, смотрите. Испания, Швеция, Германия. Испания. Швеция. Испания, Швеция, Германия. Значит, пишу. 165. 165. 165. И 159. Ну, ведь недалеко, да? Совсем. Это как бы. Это одно и то же. Германия, которая почему-то тоже учит всех жить в Европе. А она-то что? Ну, если, допустим, там работают самые талантливые люди, которые умеют получать прибыль, которые делают замечательное все вообще. Начиная от автомобиля, от Мерседеса. Я вот... Никакого сарказма. Я уважительно отношусь, ну, в принципе, ко всем. Мне нет, так сказать, нужды кого-то там поливать грязью какой-то. У меня математика, так сказать, в качестве моего предмета, да? В данном случае, вот. Пусть, замечательно. Немцы, хорошие люди. Все. Ну, вы же тоже в долгах. Чего вы всем учите жить-то? Ну, как так-то? Вы кого учите жить-то? Кстати, вот почему-то после того, как наехали на Грецию, начали всем рассказывать о том, что в Италии все плохо. Опять в Италии. Давайте напишу. Италия. Италия. 101% от ВВП. Почему Италия таки? Чем Италия-то не понравилась? Почему Греция и Италия, допустим, да? А эти куда? Этих-то куда дети? Швейцария, Нидерланды. Я не написал. Я не всех написал. Бельгия тут еще. Бельгия, Австрия, Дания. Они еще тут. Нормально. А это что такое? Вот это что такое? Почему об этом никто не рассказывает? Почему даже вот такие оппозиционные, что ли, ну или там незаписные экономисты, ну например, Михаил Леонидович Хазин, да? Почему он не рассматривает вот этот вариант? Да потому что, наверное, это в голову не укладывается. Ему нечего сказать. Он не знает, что говорить. Ну как? Такое вообще невозможно. Вообще непонятно, кто как это. Кто привел это мальчик? Что за страна такая? Как такое возможно вообще было? Как жители Люксембурга довели до такого состояния? А они сами о чем думают? Ну они когда берут кредиты. Вы знаете, какой вот внешний долг на душу населения есть, да? Вот если их весь долг Люксембурга поделить на каждого человека, на каждого жителя, включая грудного ребенка и старика, знаете, что получится? 4 миллиона долларов. Смотрите. Вот рождается младенец, когда в Люксембурге, ему дают сертификат. Уважаемая мама и папа, поздравляем вас с рождением ребенка. Сообщаем, что долг вашего ребенка на момент рождения 4 миллиона долларов. Ну как такое? Нет, правда, я не понимаю. 4 миллиона долларов должен был родившийся младенец. Это как? Почему об этом никто не говорит? Я не понимаю. Вот куда забрел, так сказать, народ этой страны? Ну правда, он рождается вообще. Я не знаю. Как это назвать? Это что это? Это капиталистический коммунизм или коммунистический капитализм? То есть, ну, они, вот, вы знаете, вот, если поделить, да, если поделить их долг на, вот, допустим, взять, предположить, да, что процент по кредиту, который взяли, ну, это же странно, так сказать, в долгах, значит, долг, допустим, 3% годовых. Вот 3% всего. Вы знаете, вот, 1% годовой, значит, если посчитать по этому долгу, составит больше 100% ВВП. То есть, грубо говоря, только проценты по кредиту больше всей вашей заработной платы. Ну, так условно. Больше. То есть, вы получаете заработную плату, а должны больше. Проценты. Никто не говорит о возврате уже вообще, наверное. Ну, как можно это вернуть, я не понимаю. Нет, это капиталистический коммунизм. Ну, то есть, люди берут деньги, люди ходят в банк и берут деньги 5 и 20 числа каждого месяца. Как зарплата. Ну, правда, они приходят и говорят банкиру, дай мне 20 тысяч евро. Тот говорит, тебе зачем? Ну, как зачем? Просто вот дай и все. А что? Тот говорит, ну, ладно, хорошо. Действительно, зачем я задал этот вопрос? На. Тот говорит, а документы надо подписывать? Тот говорит, да, конечно. Кредитный договор. И оба смеются. Ха-ха-ха. И он говорит, ну, зачем я это подписываю? А банкер говорит, привычка. Не знаю. Ну, зачем-то мы все еще подписываем эти кредитные договора. Мы не платим ни процентов, это невозможно. Невозможно вернуть кредит, это невозможно. Ну, мы все еще зачем-то подписываем кредитные договора. Ну, вот у нас такая, так сказать, народная забава. Понимаешь, вот. Ну, каждый развлекается по-своему, да. У нас вот мир. Мы все подписываем постоянно кредитные договора. Везде. Берем в долг. Никогда не возвратим. Что это такое? Как это понять? Так, нормально. Эти люди, кстати, неконфликтно пришли вот в эту зону. Вот, как бы минуя, им позволили. Но поскольку весь мир пока еще, так сказать, где-то там колышется, да. Видите, судя по всему, точка, какая-то болевая точка, да, такая внутренняя болевая точка, находится где-то вот здесь, на этом уровне. Она такая, знаете, эмоционально тяжелая. Ну, грубо говоря, до этой точки люди плачут. Понимаете? Вот, я так понимаю, вот где-то в этой зоне люди просто смеются уже. А вот здесь люди просто вот так вот утром просыпаются, открывают, так сказать, окно и говорят, елки-палки, надо же. Оказывается, вот мы вроде бы живем в капитализме, а в общем-то деньги для нас уже ничего не значат. Ну, в том смысле, что их не надо возвращать, их можно брать просто, вот берешь просто и все. И не возвращаешь. Ну, надо же. То есть, эти люди уже, так сказать, за пределом, знаете, матрицы этой. Все, они уже, они не в матрице. Они где-то вот, они где-то уже там. Все. А тут вот люди, так сказать, смеются. Они уже ржут. Ну, это смешно-то. Они тоже подписывают договора кредитные, которые возврат уже не будет. Ну, а тут уже там, тут за предел. Они уже все. Ну, собственно, что? А где там улица Красных Фонарей? Не там? Не эти наширялись? По-моему, они уже все. Ну, точно. Ну, наверняка там. У них уже, по факту, это уже там, понимаете? Там точно разрешили. Самый главный в мире наркотик – это деньги. Они просто так. Они вот в ухо, в нос деньги. Ну, столько занятий. Я не знаю, куда это денег? Как это нужно? Куда-то проложаешься? Как это нужно? КОНЕЦ Ну, так что примерно будет происходить дальше? Значит, четвертое правило уже подверглось некому, так сказать, поруганию, да, общественному. Ну, и, собственно, по факту практически обнулилось. Ну, потому что просто невозможно так продолжать игру. Это понятно. Она все равно вот сейчас, так сказать, вечер перестает быть топным, да, или там партия переходит в эншпи. То есть все начинает вот так вот обратно раскручиваясь, так сказать, вскрываться. Ну, смотрите, как это происходит. То есть вот этот вот отказ, ну, такой фактически уже внутренний такой отказ от вот этого правила был, так сказать, вызвал 2008 год, да, принес нам кризис. Значит, сейчас вот это началось, да, Грецию там откатывают, пробуют, а что будет происходить? Ну, то есть кого-то все-таки крайних. Нашли крайнюю, допустим, Грецию, да, давайте ее долбить. Ну, собственно, тут толпа такая, ну, это как бы это повременим. Чем будет это шревато? А вот смотрите, допустим, новость. Япония вот на текущий момент имеет территориальные претензии уже не только к России, традиционно, да, а уже к Китаю. И тут на днях, значит, я увидел новость, что появились у нее претензии к Южной Корее. К Южной Корее. Ну, и что? То есть японцев явно уже, вот так сказать, расплющивает. Ну, то есть дальше что? Дальше США, кто еще там у них рядом? Нет, Вьетнам, да, кого там еще должно коснуться? Ну, потом там вот океанию, значит, там этот, что там, Индонезию, ну, что-нибудь, ну, в общем, ко всем, наверное, они уже дальше вот просто предъявят, что там вот трава не расти. Вот им как-то надо выйти из положения, правильно? Они приявят территориальные претензии и вот это вот погрузиться в какой-то этот сумбур, потому что вот нормально, корректно развязать вот этот узел невозможно. И вот эта вот досада, да, и вот этот вот страх от того, что вот такая ситуация, вот все вот так вот сжимается, а они не понимают, как из этого выйти. И выходят привычными способами. Ну, то есть выйти на улицу и набить кому-то морду, правильно? Ну, как бы, одной проблемой станет, по крайней мере, на душе как-то полегчает точно. Японцы решили вот именно таким вот образом, так сказать, вот приставать просто к окружающим, типа, бить морды. Ну, опять же, если даже ее набьют морду, все равно полегчает. По крайней мере, психологически. Но дело в том, что башки это не полегчает. Причина-то, причина пока не затронута. Поэтому все это будет продолжаться, к сожалению. Ну, вот пока, если либо мы осознаем, ну, либо впадем в какой-то такой, знаете, да, наркотический такой экстаз, когда можно вот просто... Ну, действительно, два выхода. Первое, сокращать затраты. Второе, наоборот, взять вот кредит на 34 года вперед. Ну, серьезно, а что? Ну, взять и кредит, и все. Возвращать все равно же не надо. Ну, правда, давайте возьмем. Нужно посчитать, сколько у нас это. Я даже страшно посчитать. 50 триллионов, да, рублей, это ВВП России. Умножьте на 34. Давайте кредит такой возьмем. Ну, всем народам, правда, вот всем государствам. Скажем, мы берем кредит. На 34 умножим и возьмем кредит. Ну, и ладно, а то посмотрим, что. Ну, а потом объявим кому-то территориальные прикресии, понимаете. Ну, за эти деньги можно, а все. Хоть гульнем. Ну, елки-поп. Так вот, смотрите, чем будет происходить здесь. Понятно, что вот сейчас вот это и будет происходить. То есть, попытка не давать, отказаться от кредита, да, вот тут же отказались, вот смотрите, попытка отказаться от кредита вызовет сжатие мирового ВВП, ВВП, однозначно. Это, так сказать, для экономики, скажем так, да, а в разделе, ну, и рыночной экономики. А в разделе финансовый, это что, банки опять, ну, банки расплющат, все, кранты. Ну, во-первых, они перестанут брать депозиты, вот как депозиты, потому что у них, видите, вот такая двоякая, да, работа, депозит-кредит, депозит-кредит. Значит, вместо депозитов они будут говорить, хорошо, приносите деньги, если хотите, к нам, там, допустим, там, за сохранность не ручаемся, но, но, не 31, а наоборот, там, допустим, 30, что там, минус 1. То есть, будем брать деньги за сохранность, все, как депозитарная ячейка, не знаю ничего. Вот нанимаем вооруженных, там, этих, да, до зубов людей, и эти люди охраняют для вас ваши деньги. Ну, потому что депозит под проценты, это уже будет нонсенс, потому что они эти деньги не то, что не выдают, потому что кредиты перестанут выдавать. Значит, нахрена им эти деньги? Ну, зачем? Ну, правда. Ну, только в качестве бизнеса, да, вот мы будем охранять, вот мы все, вот мы. Ну, тогда это будут уже не банки, да, это Blackwater, там, все. Ну, что банки? Банки, это, как говорится, физически маломощные интеллигенты. Ну, что они смогут? Господи, как они защитят деньги? Никак. Поэтому, так сказать, это уже будут делать другие люди. То есть, действительно, проблема вот отказа от кредита потянет за собой, так сказать, второе правило капитализма, то есть, отказ от депозита. Все. И функция банков, и как это? И они начнут жить на одну зарплату. Кошмар. То есть, это будет просто, как это? Расчет на кассовое обслуживание. Все. Ну, что такое расчет на кассовое обслуживание? Денег там не поднимешь, что ли? Это станет просто неинтересно. Ну, правда. Ну, что это за банк такой, который там, банкир не ходит вот с таким вот видом серьезным. Ну, что, он просто, грубо говоря, он бухгалтер станет, понимаете? Банкир станет бухгалтером простым. Там, кассирша, понимаете? Машенька. Нет, Машенька-кассирша, приятная дама. Ну, как бы, вот, ну, банкир-то это же, там, Семен Самуилович, он же, ну, как? Ну, как он, что он, в кассу сядет вот в окошко в это? Нет. Он на это пойти не может. То есть, это, понимаете, вот, если тут был 2008 год, вот, что будет здесь, уже, вот, предположить, конечно, не решаюсь. Уже, даже как-то не весело, вы знаете. Я не знаю, что произойдет здесь. Тут либо люди просто осознают как-то, вот, ну, грубо говоря, вот, люди все-таки, вот, грубо говоря, вот эту модель они вот нарисуют для себя и поймут это, да? Тогда не надо воевать. Не надо выходить на улицу и объявлять всем, там, территориальные претензии, да? Ты меня уважаешь, там. Либо, либо да, либо, ну, действительно, наверное, что-то очень неприятное. То есть, заваруха точно будет. Ну, может быть, часть-то поймут все-таки и начнут как-то все-таки объяснять кому-то. Потому что, ну, это, это, 2008 простым это не, это не кончится. Но тут действительно пострадают банки, реально. А поскольку мы действительно сейчас сильно завязаны на деньги и на банки, то, в общем, да, они могут саботировать вплоть до того, что, так сказать, расчет на кассовое обслуживание прекратится. То есть, фактически, рынок перестанет существовать на какой-то промежуток времени, допустим, да? То есть, товарообменные операции полностью встанут. Ну, пусть на один день, допустим. Ну, и что, представьте себе, на один день все встанет, допустим. Электричество отключено, вода не работает, бензоколонки, ничего нет. Магазины закрыты. У вас дома что, ну, корочка хлеба. Не, ну, да, один день, наверное, месяц, там, не знаю. Кто-то проживет, кто-то там один день протянет, два дня, неделю. А дальше что? А Семен Самуилович-то, он же, ну, он же не хочет быть кассиром. Ну, его можно, в общем-то, понять, да? Были другие правила, ему тогда хоть кто-то должен объяснить. Ну, и найти ему какое-то разумное место в этой жизни, правильно? Какие-то новые правила должны родиться, хорошо, в которых он найдет себе место, правильно? А так просто человека обречь на, ну, не то, что даже на смерть, но все равно, почему он должен вот просто отказаться? Ну, просто, все, ты больше не банкир. А кто я? А ты хрен с горой. Как так? Нет, я к Семену Самуиловичу, воображаемому, не отношусь плохо. Почему? Ну, он в правилах игры, он, так сказать, человек на своем месте. Почему? Нет. У меня никаких возражений ни по одной личности нет, ни по одному там профессиональной принадлежности никакой. Правила игры, они и есть правила игры. То есть, под это, так сказать, пришли определенные люди. Ну, да, есть какие-то, может быть, с определенными моральными качествами, может быть, ну и что? Я никого не осуждаю. Я просто рассказываю правила игры. Просто, что может происходить по логике, по внутренней логике игры под названием капитализм? Куда деваться-то? То есть, когда вот этот этап будет пройден, как он будет пройден, даже не хочется себе представлять сильно. Ну, по крайней мере, как бы на этом будет заострено внимание, да? Не знаю, совсем ли это исчезнет, или сильно трансформируется, или вообще как-то расплющится вообще со страшной силой. Но все равно, хочешь не хочешь, рано или поздно, все придет вот сюда. К правилу капитализма номер один. Вот, и тогда, когда уже, так сказать, по прошествии некоторых пертурбаций, все-таки дело дойдет до правила номер один, вот, собственно, тогда уже и к источнику, то есть, к самому главному, собственно, к главной причине возникновения вот этой вот диспропорции. Все-таки капиталистическое общество, ну, или вот капиталистический способ, да, ведения хозяйства, или, ну, вот, извлечения прибыли, он, конечно, приводит, вот, сами понимаете, это финансовая пирамида. Ну, вот это финансовая пирамида. Вот по-другому это назвать невозможно. Вот, когда дело дойдет, ну, соответственно, вот этот нулевой уровень, неинформированность в данном вопросе, соответственно, да, приобретет полноту, то есть, она станет информированностью. То есть, поиграв в эту игру, мы поймем... Что мы поймем? Мы поймем простую вещь. Простая вещь выражается двумя словами. Прибыли нет.